...компании сейчас порядка полутора миллионов подписчиков. Наши ключевые компетенции – это проектирование и внедрение стратегии email-коммуникации. Мы объясняем и строим, как должен выглядеть email-маркетинг эффективнее в любой компании. Мы ведем аутсорсинг, ведем email-маркетинг под ключ на аутсорсинге, мы автоматизируем и персонализируем коммуникации, и, естественно, мы выстраиваем продажи через email, как первичные, так и повторные. Среди наших клиентов различные компании, в том числе Большой театр, деловая среда Сбербанка, туристические компании, автосервисы, производственные интернет-магазины. То есть спектр, скажем так, практической реализации и практических наших навыков довольно-таки обширный, что позволило нам накопить очень разносторонний опыт, многогранный, да, потому что в разных типах компаний немножко по-разному, а где-то и сильно по-разному выстраивается email-маркетинг. Вот, и, собственно, опыт, которым хочется с вами поделиться. В двух словах я себе рассказал, давайте познакомимся с вами, напишите буквально в двух словах, знаете как, ваш, ну, ваш, может быть, сайт, ваш сайт, либо ваше название компании, в двух словах, чем занимается и кто вы есть в этой компании, там, директор, менеджер, владелец и так далее. Буквально в двух словах, чтобы я понимал, кто у нас сегодня на эфире, чтобы турагентство, менеджер, да, можете город тоже написать. То есть я бы написал себе Москва, студия email-маркетинга, директор. Контекстная реклама в Астане, директор, Квель, Хабаровское агентство недвижимости, риэлтор, хорошо, веб-студия, создание сайтов под ключ, зам директора, информационные технологии, Москва, бизнес-тренер, так, МЛМ, Екатеринбург, так, сертификационные органы, Москва, образовательные услуги, Красноярск, так, у меня нет звука, ну, звук вроде бы есть, так, проверьте, а, да, не слышит, если за ним. Так, союз проектных менеджеров, так, 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 занимаемся, обучение по управлению проектами, директор социального здоровья, оптовая торговля, электротехника, светотехника, так, образовательные услуги, ага, так, хорошо, значит, сегодня будут примеры и для, значит, образовательных услуг, смотрю, много, и для веб-студии, собственно, пару своих примеров покажу. Так, торговля запчастями, переработчики пластмасса, хорошо, да, и по торговле, значит, физи-товарами тоже сегодня пару слов скажу. Так, стартап, геолокация, мобильный руководитель проектов, хорошо, спасибо, спасибо, ребят. Так, ну что ж, в целом понятно, значит, постараюсь все сферы сегодня ваши затронуть, так или иначе, и, значит, если будут вопросы по ходу, то вы их тогда, соответственно, задавайте. Скажу сразу, что email-маркетинг работает эффективно практически в любом виде бизнеса, практически в любом типе бизнеса, вопрос лишь его применимости, то есть правильной стратегии, правильных писем, правильных касаний и так далее. Ну, первое, с чего это стратегия. Так, значит, интернет-магазин, коммерческая недвижимость и что у нас еще? Все, хорошо, поехали, давайте вкратце посмотрим, какие ваши результаты от внедрения email-маркетинга. А, вот, ребят, еще, коллеги, напишите, пожалуйста, давайте так, от нуля до трех, ноль, вообще нет email-маркетинга и вот только-только прям совсем новичок. Один, это уже, ну, как бы, немножко пробуем, что-то у нас есть, но как бы там ничего не работает. Двоечка, а, до двух тогда, двоечка уже работает и вроде хорошо, хочется чего-то докрутить. Еще раз, ноль, вообще почти ничего нет, единичка работает, но плохо, двоечка работает хорошо и хочется докрутить. Да, под email-маркетинг, ну и введу массовые рассылки. Так, в основном у нас уже, ага, в основном у нас я вижу, что уже пробуем, уже что-то получается, но в целом работает плохо и только планируем запустить. Хорошо, хорошо, я тогда сделаю больше акцента на, скорее, не на создании системы, а на том, как это сделать более эффективно. И вот на этом чуть больше я внимания сегодня уделю. Хорошо, спасибо, ребят. Итак, собственно, результаты от внедрения email-маркетинга, ну да, давайте, ну про email-маркетинг, наверное, уже все поняли, да, что это регулярные рассылки, это автоматические письма, это все наши коммуникации через email, продажи, общения и так далее. Ну, будут примеры сегодня, будет все понятно. Итак, собственно, результаты, какие мы, какие результаты обычно получает, ну, практически любая компания, любой бизнес от внедрения email-маркетинга? Увеличение выручки компаний общей, там, ну, 5-25% это такие общие, общие цифры. Понятно, что в каждой отрасли будет свое, да, где-то доля продаж на email-маркетинг приходится чуть ли не 80%, где-то только 5%. Но мы и наши коллеги, мы заметили такой факт, что даже если вы там, ну, ничего толком не замеряете, даже если вы просто, вот, ну, делаете самый простой email-маркетинг, то выручка компании, ну, минимум на 5-10% вырастает. У нас были кейсы, когда было очень сложно все замерить, мы не было email-маркетинга, мы добавляем email-маркетинг, делаем регулярные рассылки, все достаточно просто и ничего больше не меняется, но выручка увеличилась на 5-10%. Вот, это первое. Соответственно, больше, вы можете получать большую продаж при том же объеме рекламы и трафика. Это очень интересная штука, то есть вы, по сути, ну, оптимизируете свои рекламные бюджеты. То есть за счет продаж через email вы обрабатываете входящие заявки и продаете уже тем, кто подписался, зарегистрировался, да, как бы собираете базу потенциальных клиентов и им продаете. То есть при том же самом объеме трафика вы цепляете гораздо больше контактов и имеете возможность с ним продавать. Ну, естественно, это повышение конверсии в покупке из оформленных заявок, да, то есть под заявкой мы понимаем что угодно. Это подписка, это корзина в интернет-магазине, это заявка на замер, консультацию, КП, если вы продаете какие-то услуги, что угодно еще, да. Да, соответственно, следующий важный момент, что вы находитесь в постоянном контакте с потенциальными и существующими клиентами на всех этапах их жизни с компанией. То есть чем дольше, как бы, тут смотрите, какой эффект получается, что если мы находимся в контакте с нашими потенциальными клиентами, с нашими клиентами, то они про нас помнят, они про нас знают. Вот мы заметили такой факт в одном из наших кейсов, что люди из e-mail, из писем записывались на сервис, то есть они заходили, была регулярная рассылка, они просто заходили в письмо и там, ну, знаете как, машину хочется, надо отремонтировать машину ТО. В какой сервис, а, ну вот же сервис мне мой рассылки присылает. Некоторые даже не очень помнили, на самом деле, название сервиса, но они знали, что приходит рассылка, в почтовом ящике находили и записывались. То есть мы в контакте, мы постоянно имеем возможность с людьми коммуницировать и продавать. Ну и, соответственно, больше через e-mail маркетинг мы увеличиваем лайфтам вэли, то есть суммарную выручку клиента за счет повторных продаж. То есть, в принципе, куда ни глянь, одни плюсы от e-mail маркетинга. И более того, e-mail маркетинг считается по праву одним из самых эффективных, одним из самых, ну, дешевых, можно сказать, каналов продаж и коммуникаций с клиентами. То есть, роме, ну, возврат на маркетинговые инвестиции по e-mail маркетингу может достигать 40 раз, там, в 4000%. Вот. Для начала можно начать с более скромности. Окей. Хорошо. Все. Едем дальше. Здесь все понятно. Дальше мы с вами пойдем по шагам, собственно, того чек-листа. Я думаю, что мы сможем сделать как-то... Алексей, мы... А вот, да, за 2013 год рой e-mail маркетинга 2800%. 2014 и 4200. Да, вот, совершенно верно. Вот цифры актуальны. Да, Алексей, я думаю, что мы сможем, наверное, ребятам потом скинуть презентацию и чек-лист после вебинара, вот тем, кто у нас сегодня в эфире. Да, всем будет отправлена запись, коллеги, и все материалы, которые мы с Антоном подготовили. Отлично. Вот. Значит, дальше мы пойдем уже, собственно, по шагам чек-листа, по внедрению и будем двигаться достаточно быстро, но вопросы пишите и будем обсуждать. Итак, собственно, первый шаг, с чего мы начинаем создание системы e-mail маркетинга в компании, где его нет, либо он работает плохо. Ну, в принципе, там, где работает хорошо, мы, в принципе, тоже с этого начинаем. Мы всегда начинаем с аудита бизнеса и существующих дел в e-mail маркетинге. Аудит бизнеса, в общем-то, классический. Мы смотрим продукт, то есть, что мы продаем, и, соответственно, из этого мы дальше составляем продающее описание продвигаемых продуктов. А мы смотрим обязательно аудиторию, то есть, кому мы продаем, и составляем описание целевой аудитории аватаров клиентов. Без этого дальше будет практически невозможно сделать хорошие письма, потому что, понимаете, письма должны быть под аудиторию написаны. Соответственно, третье, что нас интересует здесь, как мы продаем. То есть, в чем заключается специфика процесса продаж именно вашего товара, именно вашей компании, на вашем рынке, в вашем городе, в вашу целевую аудиторию. А здесь мы разбираем обычно этапы процесса продаж, этапы воронки. То есть, вот поступает, например, продаем недвижимость, поступает заявка, затем, после того, как заявка случилась, значит, менеджер обсуждает какие-то детали по планировкам, метражу и так далее, и так далее. Потом едут на объект, потом только заключают предварительный оговор, потом заключают оговор. То есть, есть везде процесс продажи. Или покупка товара в интернет-магазине, зашел, положил в корзину, оплатил. Все просто. Соответственно, эти вещи нам нужны будут далее для проектирования стратегии коммуникации, то есть понимания, как мы будем строить общение, как мы будем строить серии писем нашим клиентам. Естественно, на этапе аудита бизнеса мы смотрим сайт компании, вообще в каком он состоянии, где можно разместить подписные формы, если их нет. Если подписные формы есть, то мы смотрим, соответственно, как их можно улучшить, либо передвинуть, либо как-то еще изменить, чтобы они обладали высокой конверсией. Естественно, смотрим все показатели существующие. Это посещаемость сайта, это конверсия в подписку, либо в заявки, конверсия в звонки, конверсия в оплату. То есть полностью все раскладываем в воронку продаж. Естественно, на этом же этапе мы делаем аудит, анализ конкурентов, анализ рынка в целом. То есть вообще, что делают наши конкуренты? Мы смотрим, берем 10 прямых конкурентов нашего клиента и смотрим, что у них есть с точки зрения e-mail маркетинга, как они позиционируют свой продукт. Ну, то есть такой, по сути, получается маркетинговый анализ. Достаточно подробный, достаточно крупный. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы на следующем этапе правильно спроектировать стратегию. Поэтому первое, с чего вы начинаете, вы делаете маркетинговый анализ. Насколько глубоко вы это сделаете, то есть чем глубже вы все проанализируете, чем глубже вы продумаете, тем эффективнее у вас будет дальнейшая стратегия. Почему здесь я на слайд вытащил вот эти три буллета о продающем описании продвигаемых продуктов, аудитории и последовательности? Смотрите, это те вещи, которые обычно хромают у наших клиентов, кто к нам приходит за услугами. Обычно это хромает, то есть описание продуктов обычно такое, ну, какое-то простое и не продающее, не цепляющее. Не всегда понятны выгоды, не всегда понятно, чем, собственно, ваш товар лучше, чем у конкурентов. И здесь, вот в этом продающем описании, здесь хорошая точка для того, чтобы вам начать отстройку от конкурентов. Потому что если вы продаете одинаковые телефоны, ну, или там какие-то гаджеты в интернет-магазинах, у вас и у ваших конкурентов они абсолютно одинаковые. Чем вы лучше, почему нужно заказывать у вас? И здесь мы можем уже конкурировать не только по цене, но и по каким-то сервисам. Но обычно, если конкурировать по цене, мы не можем. Мы начинаем конкурировать по сервису, каким-то условиям, допам, пакетные предложения. То есть вот это все мы, собственно, придумали. Да, в СНГ с этим плохо, поэтому после вебинара устраивать мозговый штурм – это реально поможет. Да, хорошо. Кстати, ребят, а у кого, кто, давайте так, кто делал уже маркетинговый анализ, только честно, давайте. Кто делал маркетинговый анализ своей компании конкурентов, рынка, делал аудик бизнеса, у кого это есть, поставьте плюсик, у кого нету, поставьте минус. Кто этим не занимался еще? Отлично, так. Ага. Хорошо. То есть вы здесь должны лучше всех знать свой продукт, свою аудиторию. Да, в целом я вижу, что больше половины у нас это делали. Да, собственно, эти моменты, те моменты, которые вы еще не сделали из тех, что я назвал, обязательно после вебинара сделайте. Да, может быть, в сегодняшний день этому посвятите. Это важно. Хорошо. Итак, у нас есть информация про наш бизнес, у нас есть информация о наших клиентах, о наших конкурентах. Чем мы лучше конкурентов, наш товар, чем мы хуже конкурентов, это тоже очень важно. А, кстати, ребят, я давайте, наверное, да, по портрету клиента пришлю. Я еще добавлю бриф вот этого маркетингового аудита, который мы делаем перед рассылками. Там есть вот эти вопросы, я сейчас начал перечислять, я вспомнил, что они у меня там есть. Мы этот бриф тоже вложим, он будет полезен. Прям по нему пройдете. Там, кстати, и вопросы по аудиту вашего e-mail маркетинга, там все есть, да, точно, мы его пришлем. Это будет полезно. Вот, понятно, да? Ну и, соответственно, то же самое мы смотрим на наш e-mail маркетинг, собственно, в каком он состоянии, да? Есть у нас подписные формы, нету, мы собираем e-mail или не собираем. База у нас загружена уже, например, в GetResponse, мы с ней работаем, она просто в Excel хранится. Есть у нас CRM-ка или нет, какая это CRM-ка, можем мы из нее там, ну, из CRM-ки мы из любой можем выгрузку сделать. То есть, пишем мы какие-то письма или нет, какие у нас показатели рассылок и так далее, и так далее, сколько у нас база, в каком состоянии. Все эти вопросы будут у вас в брифе, который мы пришлем. То есть, это первый такой вот шаг. Так, хорошо, так, поехали дальше. Собственно, сделали аудит, собрали всю информацию, первый шаг закрыт. Едем дальше. Теперь, на втором шаге мы разрабатываем стратегию e-mail маркетинга. Она может быть сложной, большой, маленькой, неважно какой. То есть, иногда стратегия у нас, не знаю, там, три страницы описания, две схемы. Иногда это, вот, для одного крупного клиента мы только что закончили описание стратегии. Там больше, там порядка 120 листов текстом и схем, наверное, штук 40. Еще несколько, десяток почти этих шаблонов, макетов, прототипов, то есть, вот такой объем. Ну, просто диапазон. Итак, что такое стратегия? Стратегия – это некий документ, некая схема, которая описывает, как вы ведете ваши рассылки. Давайте так, у кого есть уже… А, нет, сейчас, рано. Стоп. Значит, что закладываем в стратегию? Значит, покажу сейчас примеры, что здесь должно быть. Ну, первое – источники и точки сбора базы. Да, соответственно, какие у вас подписные формы, какие у вас страницы, то есть, как вы будете собирать базу. Это могут быть заявки, это могут быть точки, например, корзины в интернет-магазине. То есть, все точки, откуда у вас собирается база. Да, это вот первый наш пункт. Где вы собираете базу? Все-все-все точки прям садитесь, открываете свой сайт, открываете свои, ну, воронку продаж, откуда у вас поступают вообще контакты. Все описывается. Соответственно, дальше, после того, как у вас есть точки сбора базы, вы садитесь и продумываете, какие приветственные серии вам нужны. Ну, базовая идея какая, что когда контакт попадает к вам в компанию, человек подписался, оставил заявку, сделал заказ в интернет-магазине, то есть, оформил корзину, оставил какую-то заявку. Соответственно, ему, после того, как он оставил свой e-mail, должна приходить серия писем. Это делается для того, чтобы сразу зацепить внимание человека, сразу начать с ним коммуницировать, сразу вести его к продажам, ну, в нужном вам направлении. Поэтому, где подписная, там серия, где заказ, там серия, где заявка, там серия. Понятно, да? Вот, соответственно, мы продумываем, что мы в этих сериях будем делать. Ну, базовый, чуть позже я покажу еще серии, примеры. Ну, базовая идея, что, например, если человек подписался на какой-то бесплатный бонус, там, бесплатное видео, бесплатный урок какой-нибудь, то ему, естественно, приходит этот урок, ему дальше приходит информация, там, у вас, о компании, какие-то еще уроки, там, и так далее, да? То есть, мы контентом его вовлекаем, дальше идет продажа. Если это корзина в интернет-магазине, то ему, например, идет серия писем-напоминалок, ну, я имею в виду брошенная корзина. То есть, он сделал заказ и не оплатил, ему идет серия писем, что, вот, ваш заказ, пожалуйста, его, там, оплатите, там, правильно? Если это оплаченный заказ, то ему может идти серия писем с дополнительными продажами. Вот, вы купили велосипед, а у нас, вот, есть, там, смотрите, вам подойдет, там, снаряжение, там, велосипед, эти, шлем, например, там, форма какие-нибудь, компьютеры, вело и так далее, до продажи. Соответственно, вы, размышляя логически, вы придумываете эти серии. Вот, соответственно, следующее, когда, с какой частотой надо высылать письма. Давайте мы, в целом, скажем так, да, частоту надо тестировать. В целом, скажем так, я считаю так, что, чем более горячее касание, то есть, например, заказ, заявка, первое письмо должно идти сразу, мгновенно, да, второе письмо, как бы, там, например, на следующий день, а дальше реже, да. То есть, первый, пока человек горячий, надо с ним чуть больше в контакте быть, дальше реже. Опять же, все сильно зависит от вашей специфики. То есть, если это, например, какой-то B2B и продажа сложного оборудования, ну, не надо там каждый день слать письма человеку, ой, купи наши станки, они такие классные. Не надо, ну, там по-другому. А если это интернет-магазин, если это продажа телефонов, то очень короткий, то есть, если он сделал заказ и сразу не оплатил, то через неделю он уже, скорее всего, потерян, ну, как бы, надолго, потому что короткий, то есть, телефон ищешь, и, ну, один магазин, второй, третий, где-то рекламу еще увидел. И если тут же клиента не дожать, то потом будет поздно. Там более агрессивная стратегия. То есть, это, опять же, зависит от специфики вашего бизнеса. Интересно, более эффективным считается отправить два письма в день, чем одно письмо раз в два месяца. Да, то есть, есть всегда варианты, как мы можем это делать. Здесь, как бы, таких вот прям жестких принципов, что вот каждый день должно быть письмо, таких нет. Везде вот свои, везде свои нюансы. Так, мы до серии писем чуть-чуть дойдем, чуть-чуть попозже. Мы там чуть подробнее, мы это разберем. Ага. Так, теперь следующее, что нас интересует в стратегии, это принципы, правила и расписание регулярных рассылок. То есть, вот у нас есть база. Мы раз, там, не знаю, в неделю, например, вот, вот как раз Алексей пишет, что включайте регулярку раз в неделю. Да, то есть, мы, например, раз в неделю делаем рассылку, мы, соответственно, вот на этом стратегии мы понимаем, что мы будем писать в регулярных письмах, как часто, какие там будут модули внутри письма, из чего она состоит там и так далее, и так далее. Вот, стилистика текста можно описать, да, что мы, например, ну как, то есть, мы, например, пишем личные письма от директора компании, в которых мы там делимся какими-то историями, рассказываем какие-то кейсы, письма такие, скажем, ну, типа личные переписки должны выглядеть. Или, например, у нас регулярная рассылка, это раз в неделю выходит такой дайджест, где красивые баннеры, где анонсы, где вот, как бы, вот это все, но личного никакого общения, например, нет, идет просто рассылка от компании. Вот это вы должны описать. Вообще-то, как бы, описатель, так сказать. Так, хорошо, следом мы составляем список и содержание триггерных сообщений. Триггерные сообщения – это письма, которые отправляются в ответ на какое-то действие или бездействие пользователя. То есть, классический триггер – это оформленный заказ, классический триггер – это оплаченный заказ, это регистрация, это заявка и так далее, и так далее. То есть, по сути, мы вот с этими приветственными сериями здесь сильно будем пересекаться. Так, и, соответственно, очень важно написать маркетинговый и контент-план на 1-3 месяца. Это почему-то мало кто делает, но это, на самом деле, очень важная штука, потому что помогает очень упорядочить и структурировать вашу работу по юмор-маркетингу. Что это такое за планы? Контент-план, то есть, маркетинговый план, скажем, план продаж. То есть, что вы будете продавать через ваши рассылки регулярные в течение следующих трех месяцев. Если три много, поставьте хотя бы месяц, полтора-два. Вот, то есть, что мы будем продавать и когда? Когда у нас будет какая акция? И это лучше спланировать заранее, а не то, что, типа, нам на этой неделе нужно запустить акцию, давайте что-нибудь разошлем. Вот это плохо, это не работает, это убивает базу, и, ну, это все стоят на ушах. Спланировали акцию, да? Дальше. Контент-план. Контент-план, это что мы будем писать в наших регулярных рассылках, опять же, вот, по неделям в течение следующих трех месяцев, например. И тогда, когда у нас эти два плана соединяются в некий единый план, то мы можем писать полезный контент для поддержания контакта аудитории, для интереса, для общения, там, и так далее, и так далее, для повышения лояльности. Но и вот на те темы, которые мы будем потом раскрывать в акциях. То есть мы можем через полезный контент актуализировать проблемы наших читателей. Мы можем подводить к сезону. Перед летом, например, пару статей сделать от интернет-магазина, например, про велопрогулки, про какие-нибудь там крутые велоштуки и так далее. А потом сделать распродажу велосипедов на следующей неделе. Вот примерно так. Такие связки мы так делаем с разными клиентами. Он покажет очень хорошую эффективность. Когда мы сначала пробуждаем интерес к продукту, либо к какой-то теме, а потом по этой теме делаем акцию. Вот. Это то, что нужно сделать, описать на этапе разработки стратегии. Так, тут вопросы. Так, Алексей на все вопросы уже ответил. Хорошо. Ну, давайте так. Схема email стратегии. Ну, мы начинаем обычно вот с такой схемы. У нас есть с вами формы подписки, лендинги, ну, либо какие-то точки, где мы собираем базу. То есть, по сути, это сейчас схема того, о чем я говорю перед этим. Так. Вот. Значит, дальше после сбора базы у нас есть приветственная серия писем, из которой мы уже формируем покупки. И мы можем формировать сегменты по предпочтениям. То есть, смотреть, куда люди кликают и, соответственно, на что проявляют интерес. И делать им персонализированные рассылки, персонализированные предложения. Дальше. После приветственных серий у нас люди собираются в базу, и мы им ведем регулярные рассылки. И здесь уже мы считаем так, что база подписчиков у нас как слоеный пирог, вот такой вот такой столбик, да, в которой есть разные подписчики по своему, скажем так, типу. Здесь они по типу разложены, да. То есть, мертвые – это те, кто совсем перестали, вообще на нас никак не реагируют. Неактивные – те, кто давно не открывал наши письма. Холодные – это те, кто либо у них снизилась частота открытия и кликов, либо это те, которые только подписались, и они еще пока вот на первых двух-трех касаниях. Теплые – это те, кто, ну, как бы открывают наши письма, там что-то кликают. Лояльные – у них очень высокий процент, то есть, они открывают там почти каждое наше письмо, да. Клиенты здесь понятно, VIP-клиенты – это скорее такая группа клиентов, которые либо купили очень на большую сумму, либо постоянные клиенты, ну, как угодно. То есть, эту классификацию можно расширять. Вот, соответственно, каждому из этих, скажем так, сегментов, каждому типу подписчиков в идеальном сценарии, ну, нужна какая-то своя компания, своя e-mail-компания. Понятно, что мертвых мы удаляем из базы, то есть, я надеюсь, для вас это не новость, что мы подписчики e-mail-адреса, которые там в течение трех-шести месяцев никак не откликнулись на наши письма, то есть, ни разу не открыли, не кликнули, то мы их удаляем. Я надеюсь, для вас это не новость. Иначе вы будете, ну, иначе будет у вас заставляемость ухудшаться. Так. Угу, так. Хорошо. Так, вижу вопрос. Постоянные клиенты в рассылке, в том числе гендиректора крупных предприятий. Часто задумываюсь о частотой рассылки, когда начинаем к некоторым попадать в спам. Но я бы у вас не стал чистить, информировать огромную базу клиентов, не раздражая. Тогда здесь два подхода. Про спам расскажем. Ну, вообще у меня в презентации сегодня нет, но что-нибудь расскажем, да. Можно сейчас пару слов, наверное, про спам добавить. Значит, да, хорошо, Леша, сейчас тогда Лене отвечу на вопрос. И, наверное, тогда сделаем сейчас врезку про спам. Так, в общем, Лен, вам на вопрос, информировать огромную базу клиентов, не раздражая. Во-первых, ну, не часто отправлять рассылки, то есть найти тот оптимальный период, скажем, раз в неделю или раз в месяц, или раз в две недели, да, когда у вас, ну, как бы самые высокие показатели открываемости там и так далее. А второе, на самом деле, у вас B2B, вам нужно базу сегментировать и с каждым сегментом общаться, скажем, по-разному. То есть постепенно от рассылки одного предложения всем переходить к рассылке, скажем так, более индивидуальных предложений различным сегментам, да, вы, может быть, там, 3-4 сегмента выделите. Там, не знаю, директора там очень больших компаний, средних и мелких, например. Вот и все. Вот вы уже разделили, вы с ними по-разному. И тогда у вас касания будут более персонализированы, то есть люди к ним будут более лояльно относиться, потому что про него пишут, да, его как бы нормально будет читать. И можно будет сделать их, как бы, ну, там, либо чаще, либо просто они будут лояльно относиться. Вот. И база не будет выгадывать. Вот. Так, давайте тогда, собственно, вот мертвые, неактивные, это те, кого мы... Давайте так, вот на мертвых пока остановимся, и Алексей тогда нам пару слов про спам расскажет. Да, Алексей? Большой за то, что дал рассказ про спам. Мы с чем сталкиваемся? То, что большинство предпринимателей, как видит нас в GetResponse, да, и написано email-маркетинг, спрашивает, а что вы делаете? Мы говорим, мы делаем рассылки. И все говорят, а, спамеры. Поэтому уже в миллионный раз я проговорю пару коротких предложений. Есть две принципиальных разницы между email-маркетингом и спамом. Первое. В email-маркетинге мы работаем только с нашими клиентами, которые дали нам ярко выраженное согласие на получение наших рассылок. Явно выраженное. То есть это неснятая галочка или подтверждение подписки, да, сами сталкивались. Мы подписываемся, приходит запрос, кликаем, начинаем получать рассылку. В случае со спамом никто никому разрешение не дает и клиентом не является. И еще самая простая разница, знает нашу компанию получатель или нет. Если компанию знает, то это, скорее всего, не спам. И подписчик будет помнить, что он когда-то оставлял свой контакт. А если компанию не знаем, то это 100% спам. В целом, надеюсь, понятно, потому что разница действительно очень простая. Спасибо, Антон, я закончу. Да, спасибо. Поэтому мы с вами дальше посмотрим и увидим очень важные элементы, которые нам позволяют быть запоминающимся для наших подписчиков и клиентов, чтобы про нас не забывали, чтобы наши письма узнавали и, в общем, к нам относились лояльно. Да, то есть мы, собственно, тоже против спама, нам, кстати, как студии, которые делают консалтинг-услуги, нам тоже часто пытаются обратиться за спам-рассылками. Ну, мы, в общем, всякими всевозможными текстами на сайте, и мы стараемся сразу объяснить, что мы это не делаем и делать никогда не будем, потому что это фу-фу-фу. Так, хорошо, значит, глобально, то есть по стратегии различным типам клиентов разные e-mail-компании. Если вы там только начинаете, у вас достаточно простой e-mail-маркетинг, то вы можете особо не заморачиваться и, скажем, разделить, например, на клиентов и клиентов один сегмент, потом вот всех остальных и отдельно неактивных и мертвых удалить. Вот, неактивным делаем реактивационные кампании, как где-то там раз в месяц-два собираем тех, кто у нас за два месяца не открывал письма, не кликал, делаем им, убираем их из общей рассылки, делаем им специальную реактивационную серию писем. Те, кто активировался, попадают обратно в рассылку. Те, кто не проявился, попадают в отстойник. Если на следующую реактивацию они не проявили себя, они удаляются. Ну, примерно такой процесс. Соответственно, а со всеми остальными мы уже работаем, значит, если у нас, скажем, клиенты, вип-клиенты, вот этот, ну, давайте вот так вот разделим для упрощения всей этой ситуации. Вот, соответственно, лояльный, теплый, холодный. Здесь мы греем контентом, здесь мы делаем рассылки, здесь мы вовлекаем через различные активности. Кстати, часто такое заблуждение, что, ну, это, правда, чуть позже надо было рассказать, ладно. Давайте сейчас уж рассечь зашла. Часто такое заблуждение, что регулярная рассылка – это, не знаю, статьи или новости компании. Ну, это все работает не очень хорошо, если мы будем рассылать просто новости компании. Ну, новости компании, в общем-то, неинтересны вашим клиентам, по большому счету. Статьи достаточно быстро приедаются, то есть для того, чтобы с людьми, с вашей аудиторией быть в такой, в коммуникации, чтобы их прогревать, чтобы они были лояльны, чтобы они читали ваши письма, должно быть интересно. Должны быть эмоции, должны быть различные конкурсы, движухи, опросы, голосования, провокации. Вот, ребят, мы выложили статью, пожалуйста, напишите ваши комментарии и так далее, и так далее. Здесь должна быть коммуникация, она должна быть интересна. Так, контакты вкуплены, да, по поводу купленных баз я вижу здесь идет дискуссия. Купленные базы, не покупайте никогда никаких базы, это спам, вы делаете так. Собирайте свою. На самом деле есть классные способы собрать быстро и дешево себе базу потенциальную. Это сделать, например, через Яндекс.Директ, вы знаете, да, можно взять околотематические смежные запросы, дешевые, которые для вас будут, то есть людей, которые холодные, которые задумываются еще только о ваших продуктах, и направить этот трафик на отдельную подписную страницу и просто тупо собирать e-mail и дальше греть их через e-mail маркетинг и продавать. Вот, так лучше делать, чем покупать базу. Да, так, хорошо. Вот, соответственно, коммуникация должна быть интересная, коммуникация должна быть логикой, эмоцией и, в общем, все хорошо. А, соответственно, клиенты, вип-клиенты, здесь мы уже более свободно себя, скажем, чувствуем. Ну, наша задача их удерживать, чтобы, в принципе, то же самое к ним относится. То есть тоже, если регулярная коммуникация должна быть интересная, классная, и, соответственно, на истории покупок мы уже можем делать до продажи. Окей, это вот все то, что вы продумываете на e-mail стратегии. Давайте двигаться дальше. И вот примерно так выглядит схема e-mail коммуникации, которую мы разрабатываем. Это, как бы, вот, есть текстовое описание стратегии, есть схема. Эта схема как раз показывает, здесь не очень видно, что там написано, это сейчас не важно. Просто обратите внимание, как это строится. Что вот у нас есть, например, точка подписки, желтенький лендинг, да. Подписался человек, получает вот эту серию писем. Если он из этого лендинга сделал заявку сразу, то он попадает вот в этот сценарий, здесь его обрабатывает менеджер. Если там ответил, то сюда, если не ответил, то сюда. То есть мы выстраиваем некую логику, да. Вот. Вот он идет, приветственная серия писем. Дальше он, например, из этой приветственной серии писем, он оформил заявку, тогда ему получается вот эта серия дальше идет. Если заявку он не оформил, он попадает вот сюда и так далее. То есть вот такие сценарии, да. Например, там стал клиентом где-то здесь, он получает такую серию писем. Получился он неактивным, вот это неактивный, ну вот реактивационная серия писем он получает. Здесь он, значит, проявил себя и там прошел какой-то опрос, активировался, прошел какой-то опрос, вот здесь, например, да. А в зависимости от опроса получает либо вот такое предложение, либо такую серию писем. И вот здесь фиолетовые, это вот точки выхода вот эти нарисованы. То есть вот он, например, никак себя не проявил, он попадает просто в лист подписчики с признаком заявка вот с этого лендинга. То есть дополнительными полями в GetResponse есть док-поля и все это можно настраивать. Док-полями мы различную вам информацию о подписчиках сохраняем. Вот, у вас схема будет в презентации, но смотрите, схема именно вот, чтобы там прочитать, о чем речь, она как бы будет, ну, кому-то полезна, кому-то бесполезна, потому что у всех свои эти, свои темы, свои бизнесы. Ну, мы шли, да. Так, хорошо, вот это примерно как оно, вот мы еще с вами сегодня увидим схемки. Это вот такая, это комплексная стратегия. Так, хорошо, со стратегией мы разобрались и едем дальше. Следующим нашим этапом, это мы обычно на следующем этапе, параллельно с разработкой стратегии, мы заказываем дизайн и верстку писем. Что это такое? Так, значит, мы сначала проектируем макеты писем, то есть как письмо будет выглядеть. Как письмо будет выглядеть, где какие блоки, какие элементы письма должны находиться. Соответственно, дальше мы по этому прототипу. Прототип делает обычно email-маркетолог, то есть человек, который не дизайнер, дизайнер только рисует. Ну, если есть крутой дизайнер, который может и прототип сделать, это классно. Вот. Рисуем прототип, рисует маркетолог, потому что маркетолог должен понимать логику поведения человека в рассылке, что он будет смотреть, как он будет кликать, что это за человек вообще и так далее. И, исходя из этого, исходя из результатов аудита нашего бизнеса и email-маркетинга, мы вот, собственно, к этому и приходим. Что будет ли, не знаю, генеральный директор крупной компании листать дайджест на 18 тысяч картинок, где различные двигатели нарисованы? Да не будет он это делать. А прочитает он короткое письмо, которое обращено к нему лично? Прочитает. Вот, значит, для генерального директора, если у нас такая база, значит, письмо должно быть, вот, например, там, личное. Какой-то баннер, какой-то заголовок, личное письмо, какая-нибудь кнопка, типа, позвоните нам или, там, трейлер. А, соответственно, дальше мы делаем дизайн писем. На этапе дизайна важно, чтобы, ну, скажем так, чтобы дизайнер понимал хотя бы базовые принципы, потом верстки писем, потому что там не все шрифты в email отображаются. Есть список разрешенных шрифтов, которые через email отображаются. Часто фирменные шрифты не отображаются, их картинками нельзя отрисовывать, поэтому мы там вместо фирменного делаем какой-то похожий, там, ареал, например. Вот, дизайн писем. Дизайн должен быть, шириной макета должна быть, во-первых, 600 пикселей, ну, чтобы он нормально отображался на всех устройствах. Но, на самом деле, и важным, как бы, моментом тоже по дизайну является его последующая адаптивность, чтобы его можно было адаптивным сделать. Но мы, как студия, мы делаем прототип, мы делаем дизайн десктопный для компьютера и делаем отдельно дизайн для мобильной верстки, для адаптивной. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот, это один из наших примеров. Смотрите, вот здесь у нас слева направо. Так, там, пам-пам. Есть ли в GetResponse возможность создания шаблона для интеграции в несколько? По кабинетам, не знаю, Алексей, наверное, ответит. А по шаблону, да, есть шаблоны. Мы некоторым клиентам разрабатывали именно шаблон. То есть, для, ну, как бы, внутри рассылочной платформы. Но, так как мы студия, мы делаем это все, ну, как бы, своими силами, поэтому мы, у нас обычно, мы редко используем шаблоны. Но для начала, если вам, ну, сложно или там дорого, или неохота заниматься именно вот каким-то таким уникальным дизайном, вы можете использовать шаблоны, это тоже нормально работает. Так, вот, смотрим, значит, процесс создания классного письма. Это письмо, да, значит, а как делать такой лендинг? Да, ну, это, собственно, письмо. Это не лендинг, это письмо. Это e-mail. Вот его прототип серый, да, это в специальной программе рисуется. Мы рисуем в Аксуре. Вот, собственно, в виде таких вот схемочек. Ну, здесь текст, конечно, не очень видно, но это не принципиально. Видно, да, что вот как расположены блоки. Вот здесь вот нарисована фотография будет, тут кнопки, тут это, и это, пятое, десятое. Все, вот оно есть. Затем дизайнер отрисовывает письмо, вот как оно будет выглядеть на десктопе, вот среднее. Да, то есть если на компьютере открыли, вот так оно будет выглядеть. А вот так будет выглядеть письмо на мобильном телефоне. То есть верстка письма адаптивной. То есть как только вы, вот это письмо, то есть оно, как это, письмо одно. То есть вот оно пришло вам на электронный ящик, вы его открыли на компьютере, вот оно выглядит вот так. Ну, там скроллинг, естественно, был. А вот, а как только вы ширину экрана сузили или открыли это же письмо на мобильном, оно у вас отобразится вот таким образом. Видите, блоки письма перестраиваются, картинка немножечко у нас перестроилась, да, то есть сохранилось лицо, но тем не менее картинка сжалась. Видите разницу картинок? Ну и, соответственно, дальше внизу вот тоже тут перестроилась. Что это нам дает? Это нам дает отличное преимущество того, что на мобильном телефоне письмо будет отображаться, во-первых, корректно, красиво, ровно, никуда ничего не съезжает. И при этом текст крупный, везде можно нажать, и все хорошо. Поэтому вот если такое письмо доскопное, без адаптивной верстки, просто откроется на мобильном, в ширину экрана, то все будет очень мелкое. Вы наверняка такие письма видели, да, где совершенно невозможно ничего прочитать. А если там еще кнопочки мелкие сделаны, то ты в кнопочку на айфоне не попадешь просто пальцем, да. Приходится увеличивать это все, но неудобно. А здесь очень красиво. Мобильную верстку, она не так дорого стоит, относительно обычной, может быть, в полтора раза дороже. Стоит делать, потому что доля мобильного просмотров с мобильных растет, и сейчас уже, по-моему, в России 30 или 40%. Я, честно говоря, цифры не знаю, но точно растет. Это нужно учитывать. Соответственно, в GetResponse есть варианты делать шаблоны. Ну, не такие, это рисованные, да. Вот. Но есть варианты сделать шаблоны. Сделайте себе красивый, простой шаблон. Я покажу вам простое письмо сегодня еще. Вот. И пусть у вас это будет. И они, соответственно, уже адаптивны. Вот. Если будете заказывать верстку e-mail, то обязательно вам должен, у вас должен быть человек, e-mail верстальщик. То есть те, кто сайты верстают, HTML верстальщики, они не подходят, потому что в верстке e-mail есть очень много нюансов, и это должны делать специально вручные люди. Ну, либо шаблоны. Так. Мобильная верстка прекрасно решена на сервисе GetResponse разделить сельвые страницы. Да. Отлично. В прошлом месяце зафиксировали себя 51% с мобильных. О, вот видите, даже больше половины с мобильных открывают. Поэтому это как бы важно. Вот. Опять же, смотрите, я вам сегодня показываю различные решения. Некоторые из решений, которые я показал и буду показывать, они, ну, сложные для, скажем так, новичков, они требуют каких-то специальных людей, специальных навыков. Поэтому вы для себя выбираете, да, то есть вы всегда можете пойти изначально, ну, как бы я советую всегда так делать, что на начальных этапах идти по пути, ну, скажем так, наименьшего сопротивления простых моделей, простых писем, простых схем, простых стратегий, да. И начать можно с одной простой, там, не знаю, приветственной серии писем из пяти штук, но которые будут продуманы, которые будут нормально выглядеть, там, в тех же, например, шаблонных гет-респонсах. И оно начнет работать, и вы уже увидите, как у вас работает канал e-mail маркетинга, вы увидите показатели, вы сможете замерить воронку. И дальше уже усложнять, дальше уже наслаивать. Дальше уже, скажем, от шаблонных писем перейти к индивидуальным проектам, типа, как вот сейчас на скрине, да. От простой стратегии перейти к разработке сложной стратегии, там, нужных людей привлечь к этому процессу и так далее. Вот, окей, хорошо, вот, собственно, примеры дизайна писем, как они могут выглядеть, вот, разные, да, просто для иллюстрации. Опять же, здесь мы видим, там, вот, туристическая компания, куча кнопочек, куча иконок, здесь поздравление с днем рождения, одна кнопка, здесь у нас большой театр, здесь у нас двери, ну, в общем, по-разному. Все красиво, все аккуратно, да, ну, это все, соответственно, рисовано, это не шаблон. Так, теперь письмо, письмо может быть простым, вот, это письма, которые, ну, от моей компании уходят, да, у меня есть еще обучающий проект, где мы учим, ну, гимн-маркетингу, скажем так. Вот, у меня письма простые, я не стал заморачиваться с сильно крутым дизайном, вот, письмо простое, да, мы видим фон, шапка, видео, кнопки, текст, моя подпись, все, вот, без каких-то сильных заморочек. Ну, и вот наверху контакты, мейл, отписаться и нам написать, и логотип. Все, все очень простое, вот это не шаблонное письмо, но шаблонное письмо может выглядеть вот так. То есть, если вы шаблон соберете в GetResponse, оно может быть похоже. Окей, итак, да, делаем это хорошо, спасибо, Алексей. Как отправлять видео? Тимур, здесь это не видео, это скриншот, это картинка. На самом деле есть технология сейчас, что можно в письмо встраивать видео, но мы пока, честно говорю, я очень хочу, но мы пока вот руки не доходят, где-то на ком-то затестировать встройку именно видео в e-mail. Это будет, это будет обязательно, будет скоро, как бы сейчас уже есть решение, но я говорю, просто мы им не занимались, не тестировать. В данном письме просто скриншот. Почему скриншот, кстати, потому что хорошая кликабельность. То есть, ты открываешь, ты почитал здесь, о чем будет это письмо, про какой-то урок, первый урок. Вот, почитал, о чем и уже видео, да, и как бы машинально, как в ютубе клик и перешел сюда, очень хороший кликабельность. Лучше, чем без этой картинки. Так, пам-пам-пам. Получить один раз шаблон, потом менять самостоятельно внутренность без верстальщика, это возможно, просто смертные смогут менять письмо и рассылать. Лен, да, мы для некоторых клиентов делаем такую штуку, мы разрабатываем так называемый мастер-макет. Это макет письма, сейчас давайте на пару кадров обратно отскочим. Вот, мы делаем, скажем так, вот такой прототип и затем дизайн и верстку. Мастер-макет, в который включены вообще все возможные блоки для клиента. То есть, это, например, там баннер нарисовали, нарисовали такой модуль, нарисовали здесь, например, еще модуль с картинками с какими-то, да, еще с какими-то отзывами. То есть, вообще все, что можно, да, все это дело сверстали. И к этому макету мы прикладываем инструкцию для неверстальщика, как в HTML-редакторе, в том же самом GitResponse, например, да, как это дело поменять. Вот, в принципе, так тоже можно делать, так тоже работает. Если, например, у нас какая-то несложная, ну, несложный email-макетинг, например, у нас есть регулярный выпуск рассылки, какое-то автоматическое письмо, ну, типа 2-3 типа писем. Ну, мы просто 2-3 макета делаем, вы просто, скажем, для регулярки используете один макет, для, там, триггерных другой, для каких-то, там, акционных писем третий. Вы меняете в них картинки и текст. Все. То есть, вам даже макет сам переделывать не надо. Вот есть такие варианты. Спецпрограммы для корректировки. Ну, для HTML-верстки, конечно, лучше использовать, ну, для корректировки использовать, например, там, Dreamweaver программу. Но, в принципе, в Visual Redactor тоже можно сделать это на уровне кода. Но, если вы, скажем так, если вы новичок и не планируете сильно в это заглубляться, то тогда вам лучше сделать шаблон в GetResponse и в нем, прям в GetResponse и все менять. Поверьте, в GetResponse там очень хороший шаблон и там можно все очень красиво сделать. Не обязательно это должен быть какой-то шедевр. Он должен нести свою функцию, выполнять свою функцию. Да, да, Алексей пишет, что лучше начать в конструкции. Ребята, вот я вам показывал примеры. Здесь весь дизайн, вот давайте сейчас про дизайн еще пару слов. Весь дизайн, он не просто так. Каждый элемент и каждый там цвет, фон, текст, блок, он выполняет свою функцию. Например, почему черный вот он такой дизайн, вот этот апгрейд? Потому что весь сайт черный, весь он в таких тонах отрисован. Здесь почему, например, много элементов? Потому что у нас такая задача, показывать много предложений. Здесь у нас какие-то коляски, тоже куча кнопок. Ну, тоже задача показывать сразу несколько товаров. Здесь информационное письмо. То есть каждый элемент дизайна имеет свой смысл. Вот здесь мне никаких смыслов не надо доносить, кроме клик сюда. Здесь ничего нет лишнего. Все. Все очень просто. Ничего не отвлекает внимания. Вот. Поэтому, да, эффективность прежде всего. И поэтому на начальных этапах можете не заморачиваться на шаблон, на разработку там дизайна профессионального. Сделайте в шаблоне, и вы там счастье. Тем более, что они адаптивные. Алексей, у вас же адаптивные шаблоны под мобильные, они нормально перестраиваются. Ну вот, то, что нужно. Вон, 500 штук их. Ну, как бы. Так. Так, 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 так. Шаблон. Так, ну ладно, с шаблонами разобрались. Хорошо, давайте едем дальше. Собственно, четвертый шаг. Мы уже немножко... Давайте освежим, о чем мы говорим, структуру общую. Итак, мы с вами находимся сейчас на четвертом шаге, ну, как бы, создания системы e-mail маркетинга для бизнеса. Первый шаг у нас был аудит бизнеса, второй – разработка стратегии, третий шаг был разработка дизайна верстка писем, и четвертый – настройка рассылочного сервиса GetResponse. Ну, здесь выберите рассылочный сервис GetResponse, зарегистрируйте и настроите аккаунт. Чем-то очень просто, и, в общем, вы уже это сделали. Так, теперь, собственно, дальше. Ну, как бы, у меня презентация была заготовлена под тех, кто только начинает e-mail маркетинг, поэтому те, кто начинает, у вас еще нет, соответственно, импортируйте в GetResponse базу контактов, настраивайте параметры подписки и отписки обязательно, да, чтобы у вас новые контакты собирались через double opt-in, то есть через подтверждение подписки. И в базу попадали только после получения специального письма. Ну, и, в общем, все параметры внутри аккаунта вы настраиваете. Все, чтобы работало. Дальше, значит, здесь, на этом этапе мы обычно проводим интеграцию с CRM-компанией рассылочного сервиса через API, но для начинающих это пока рано, пока не нужно. Ну, в принципе, минимальное, что можно сделать, это настроить выгрузку данных о клиентах. То есть у вас где-то происходят продажи в какой-то CRM, там 1С или AMA, CRM или самописная, у вас попадают данные о том, что человек сделал заказ, и вот эти данные хорошо бы передавать в GetResponse. Значит, там есть варианты, так, соответственно, там есть варианты через достижение цели и вариант через API-интерфейс. Значит, ну, это уже нужны как бы специально обученные люди, вот, самостоятельно, но я даже не умею это настраивать. Ну, у меня есть сотрудники, которые в этом разбираются. Вот, поэтому мы, как бы, для информации, я вам здесь этот пункт даю, что интеграцию нужно сделать. То есть, ну, так, что такое интеграция? То есть, попал e-mail, купил человек у вас телефон, вот есть его e-mail, вы этот e-mail как бы передаете, как бы импортируете в GetResponse, ну, то есть автоматически, то есть вы его не копируете туда, да, он сам туда как бы попадает. И, соответственно, попадает в специальный список, который у вас, например, именуется как клиенты, и вы вот с клиентами можете работать уже по-другому. Плюс, когда e-mail попадает в GetResponse, вы можете настроить автоматическую серию писем, вот он попал, и ему идет серия писем. Спасибо за ваш заказ, траля-ля, и так далее. Это самые такие простые штуки. Так, что у нас в чате? Создание целевой страницы, можно вкладывать видео. Так. Так. Угу. Так, хорошо. Вот так. Так, хорошо. Идет обсуждение в чате результатов. Да, отлично. Хорошо. Супер. Да, собственно, следующим мы настраиваем рассылочный сервис, то есть теперь нам есть где работать. Дальше, значит, после того, как мы настроили рассылочный сервис, наша задача настроить дополнительную аналитику. Значит, GetResponse нам дает очень хорошую и очень красивую и понятную статистику по e-mail, да, вы ее все видели, но мы рекомендуем настроить еще дополнительно postoffice.yandex.ru. Он настраивается очень просто, для него не нужно вообще никаких практически действий. Там один файл вы кидаете на, ну, регистрируете аккаунт, там, кидаете файл себе проверочный, и все, у вас работает. И он отслеживает статистику. Вот как выглядит статистика. Это просто замечательно, это чудесно. Значит, здесь мы видим все, количество открытых писем, удаленных, неоткрытых, спам. Можем кликать по вот этим иконкам, и он дает подробную информацию о том, собственно, почему мы попали в спам, где спам-фильтры, где люди нажали. Он дает информацию о просмотре письма, о сколько его по длине письмо скроллят, сколько времени его читают, когда его читают, демографический состав, и дает советы и рекомендации. Тут есть некие неточности в этой аналитике, но, тем не менее, она очень полезна, очень классна. Ну, здесь, соответственно, вот на круговых диаграммах мы тоже можем видеть практически все, что нам интересно. Вот, например, вот сейчас зеленый сектор. Видите, на внешнем круге зеленый сектор. Это, кстати, одна из рассылок большого театра, очень куча. Вот, на внешнем круге зеленый сектор, сколько всего было открыто, видите, больше половины открытых. А из них вот часть была удалена, часть осталась. Вот зеленые – это те, которые остались прочитаны, это удаленные. Вот, часть писем не открылась, естественно, в спам мы не попадаем здесь вообще практически. Вот, то есть вот очень подробная такая штука. Ну, Яндекс.Метрика и Google Аналитику, соответственно, тоже у вас на сайте уже должно быть настроено, чтобы видеть, что вообще происходит. И все эти данные по аналитике, ну, либо ваш аналитик сводит, либо ваш маркетолог, вы уже на основании этих данных, естественно, вы смотрите, где у вас что происходит, какие продажи, какие не продажи и так далее. Так, хорошо. Значит, настроили аналитику, едем дальше. Следующим шагом мы пишем и настраиваем автоматически… Так, а что такое? Ага, так, это вопросы по гид-респонсу у него в чате. Так, хорошо, следующим шагом мы пишем и настраиваем автоматически серии писем. Почему мы начинаем, как бы, уже практическую реализацию, вот, да, начинаем именно с серии? Потому что сбор базы – это всегда одна из приоритетных задач, и, как я уже вам сказал, что после того, как человек подписался, ему должна идти автоматически серия писем автоматом. Вот, поэтому здесь мы что делаем? Мы делаем подписные страницы, либо настраиваем форму подписки на сайте. Я сейчас примеры покажу. Дальше мы, собственно, пишем приветственную серию писем, оформляем ее в нашем дизайн-шаблоне и настраиваем в рассылочном сервисе, ну, в гид-респонсе. Вот, теперь давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, и после того, как мы настроили, мы, естественно, это все тестировали. Давайте посмотрим, как это выглядит все. Вот это, например, пример компании «Сапата», интернет-магазин, формы подписки. То есть это интернет-магазин, формы подписки здесь вот сбоку вываливается такой знак, внизу вот здесь нарисовано. Я специально сделаю это черно-белым, чтобы он сайт-то цветной. Вот формы подписки, да. То есть ты заходишь на сайт, тебя, в принципе, формы подписки сильно не отвлекают, но они есть. И вот «Сапата» очень хороший пример, где у них формы подписки натыканы везде. Они периодически их меняют, то есть их становится больше, то меньше, но они везде. В корзине, если сайт вниз поскролить, внизу подписка, посередине какой-то купон. То есть и они используют различные приманки для того, чтобы человек оставил свой контакт. Соответственно, вот об этом тоже хочу сказать, что когда у вас есть форма подписки, либо форма оставления e-mail, должен быть какой-то повод, какая-то приманка, какая-то причина, что-то вкусное, интересное, чтобы человек этот e-mail захотел оставить. Ну, например, здесь пишут незатейливо «Дарим подарок за ваш e-mail, мы вас любим». Все, введите ваш e-mail, окей. Что за подарок, пока непонятно, но тем не менее интрига, интересно и может быть что-то полезное. Вот, здесь внизу написано, что подпишитесь на наши скидки, новости, акции. И опять же, если у вас такой сайт, ну типа интернет-магазины, где вы можете много всяких форм разместить, используйте разные призывы. Люди разные, кто-то падок на халяву, кто-то будет подписываться на все скидки, и вы будете его скидками бомбить, он будет не отписывать, он будет покупать по скидкам. Есть такая категория. Есть люди, которым интересно что-нибудь, вау, классно, клево, что-то такое, вот эмоции нужны. Им давайте эмоции. Есть люди, которым информация нужна, логики такие сидят, да, там, ну-ка, как тут выбрать туфли, их как-то померить, там, размеры, там, цвет, что-то там, параметры какие-то, телефоны там. Там, вот, да, соответственно, вышлем там, не знаю, руководство, как выбрать сотовый телефон, что-то угодно. Помните, мы в самом начале говорили об аватарах клиентов, что мы описываем свою целевую аудиторию, и мы описываем аватары клиентов, кто наши, какие они, зачем они к нам приходят, что они хотят, как они мыслят, как они принимают решения. И, соответственно, несколько форм подписки под разными углами, с разными поводами, дают нам возможность зацепить как можно больше групп клиентов. Либо мы делаем, например, ну, и, кстати, понятное дело, что, если у вас разные формы подписки, то у вас должны быть разные приветственные серии, они должны отличаться, ну, хотя бы первым письмом, хотя бы чем-то, да, потому что вход разный. Здесь подписался на скидки, значит, ура, вы молодец, все, вот вам первое письмо, вот наши супергорячие скидки, прям, все, минус 30%. Понятно, что, а если подарок за e-mail, первое письмо будет с каким-то подарком. Может быть, это будет те же самые 30% скидки, но оно должно быть завернуто тогда, что вот ваш подарок, купон на скидку в 30%. Понимаете? Об одном и том же можно написать по-разному. И это, кстати, один из таких хитрых ходов, как вот сделать, не знаю, 10 приветственных серий, 10 сегментов и всем все писать, и при этом не порваться. Мы пишем примерно об одном и том же, но меняем какую-то часть письма, подстраиваясь под аудиторию. Все. Это вот формы на сайте, соответственно, у кого их нет, размещайте, думайте, где их поставить. Сейчас про взаимопиары скажу. Так, что тут там? Так, скидка книг, электронный контент, подарок. Да, 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 соответственно, это тоже варианты. Самый типичный момент для заявок. Да, Алексей, спасибо. Что можете сказать о таком наборе? Так, сейчас, ну давайте про взаимопиар скажу, что вообще это, ну, в инфобизнесе часто используется взаимопиар. Скажем так, я очень скептически, можно сказать, негативно к этому отношусь, потому что взаимопиаром, скажем так, взаимопиаром можно работать с адекватными крупными стратегическими партнерами. То есть, вот, ну, как бы, вот с ними можно, а со всеми подряд не нужно, потому что чем больше вы начинаете, и, как бы, взаимопиар должен быть умерен, то есть, чем больше вы начнете пиарить всех подряд в свою базу, тем быстрее вы эту базу сожгете. Какая бы ни была лояльная база, она будет против, если вы начнете пиарить, не знаю, колготки, тренинги про MLM, не знаю, автодрифт какой-нибудь, и все подряд, я бы отписался. Поэтому только со стратегическими партнерами, если ваше направление движения, если ваши курсы совпадают, тогда, да, тогда можно пиарить, и тогда можно надать базу через взаимопиар. И при этом, ну, я рекомендую использовать партнерские ссылки, скажем, вы регистрируетесь в какой-то партнерке, там, ну, можно так обобщить, то есть, короче говоря, чтобы потом последующие продажи по тем лидам, которые пришли от партнера, чтобы они были зафиксированы, и чтобы вы смогли выплатить комиссионные. Ну, если вы так работаете, либо просто вы друг друга пропиарили, и уже продажи сами, что продал, то продал. Так, взаимопиар работает при единице, но встает вопрос пересечения клиентов в сторону взаимопиара. Ну, опять же, да, то есть, у вас по взаимопиару должно быть, вы должны быть в одном, как бы, русле, и не надо это делать часто, понимаете, поймите, ваша база контактов, ваша база e-mail, это ваш золотой актив, как говорит мой коллега. И с этим нужно очень бережно относиться, очень аккуратно, очень вдумчиво, не надо вот все подряд, потому что вам, вы сейчас заработаете 200 долларов на каком-нибудь пиаре кого-нибудь, а потом вы потеряете базу. Были случаи по рынку, ну, вот в частности, по рынку инфобизнеса, это продажа курсов, там, тренингов и так далее. Были случаи, когда базу взаимопиаром выжигали так, что открываемость снижалась, там, до 3%. Открываемость. База, там, в 100 тысяч открывает, в 3000 открывает, а кликает еще меньше. То есть все, это как бы агрессивными продажами, и вот такой непродуманной стратегией можно очень себе все испортить. И потом компании банкротились, потому что куда деваться. 90% продаж идет через e-mail, а e-mail никто не читает. Все, он в спаме, его никто не открывает, никто не кликает. Все? Финит, Олег Амедий, склеили вас. Так, 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 вопрос у Елены. Так, продукт компании, так, ну ладно, сейчас. Наш продукт компания покупает только при четкой необходимости, есть смысл уговаривать на подписку, помимо рассылки, начнет получать общие новости, не отвалится ли от сливой. А, вот, Алексей отвечает. Работа над брендом, клиент видит, что компания живет, измерить просто. Да, результат будет не просто измерить, если вы делаете просто, ну, скажем, не продающую рассылку, а такую коммуникационно-контентную. А если у вас клиент, смотрите, покупает только при необходимости, вы его все-таки подписываете, придумайте веский повод, встаньте на место клиента и придумайте веский повод к вам подписаться, оставить ваш e-mail. Не обязательно подписаться, может быть, оставить заявку на какой-нибудь аудит, на какой-нибудь бесплатный там чего-нибудь, чек-лист, брошюр и так далее. А рассылку ведите уже из серии контент плюс общение. Не забывайте общаться, то есть просто, как бы, общайтесь. В B2B это, кстати, хорошо работает, потому что, ну, в B2B большинство продаж совершаются на личном контакте. «Я тебя знаю, я тебе доверяю, я у тебя покупаю». Все. Вот через e-mail это тоже можно выстраивать. Новости, да, новости компании реже пускайте. Не нужны никому новости компании. Опять же, встаньте на сторону клиента и подумайте, вот, если бы вы были вашим клиентом, что бы вам было интересно. Хорошо, едем дальше. Да, B2B покупают людей, а не товар. Все. Хорошо, едем дальше. Это показал формы сбора контактов на сайте, либо мы делаем простую подписную страницу. Это вот одна из моих подписных. Значит, какое-то мое, это моя исповедь, значит, какое-то мое видео. И вот где-то я рассказываю, как заработать на e-mail маркетинге. Ну, это вот к обучающему проекту страничка. Вот, соответственно, ничего сложного, заголовки, видео. Это вся страница, там ниже нет ничего, то есть она не скроллится. Это простая подписная. Ну и вот зарегистрируйтесь, пройдите три бесплатных задания, оцените ваши возможности, бла-бла-бла. Зарегистрироваться. Все. Имя не собираем. Мы имя, имена, кстати, перестали использовать в рассылках. Только в редком случае у нас, по-моему, только большой театр мы используем имя, потому что там база, ну, процентов 90, наверное, там имена адекватные, правильные. А если мы, как бы, собираем вот более простую аудиторию, то часто именно люди пишут либо фигню всякую, либо, в общем, мы не используем. Вот, e-mail. Соответственно, подписная страница, и дальше идет, человек подписался, дальше ему идет приветственная серия писем. Ну, вот, скажем, примерно вот по такой схеме. Пример вовлекающий продающий серия. Это простая цепочка. Вот он подписался на курс из трех видеоуроков. Вот идет страница подтверждения подписки обязательно. И на ней рекомендую ставить инструкцию. Как, то есть, после вот этого, сейчас, когда человек оставил e-mail, он перенаправляется автоматически. То есть, он оставил e-mail, нажал кнопку ОК, ему автоматически загрузилась вот эта страница. Страница подтверждения подписки. А во всех рассылочных сервисах, как говорит Респонс, тоже они есть по умолчанию. Но мы рекомендуем здесь делать свои, это настраивать тоже несложно. Вот. Открывается страница, на которой написана инструкция, что вот вам сейчас на почту, там, спасибо, что вы подписались, вам на почту сейчас придет письмо, вот в нем нажмите. Прямо делаем скриншот этого письма, подтверждение, что вот, пожалуйста, нажмите вот такую ссылку в этом письме. Если письмо не дошло, найдите его в папке spam. Нажмите, и после этого мы сможем вам присылать ваши, собственно, то, что вы подписались на ваши уроки, там, и так далее. И здесь же, ну, это вот сейчас инфобизнес-пример, здесь же мы, например, в некоторых случаях ставим продающее видео. Это нужно использовать аккуратно, не всегда это работает, но вот в данном случае может быть неплохо. Продающее видео, что пока вам идет письмо, вот я вам расскажу там три секрета о чем-нибудь, тра-ля-ля. То есть оно начинается как контентное, и контентным является отчасти, и затем мы в этом видео переводим слушателя, зрителя, да, от того, что вот у нас есть простые решения, если вы хотите действительно получить классный результат, вот, пожалуйста, у нас есть курс специальный, вот идите запишитесь и даем ссылку на продающую страницу. Можно делать это продающее видео, можно делать, но страница подтверждения подписки рекомендую делать с инструкцией. Таким образом вы повысите конверсию в подтвержденные подписки. Собирать e-mail без подтверждения подписки нельзя. Только так. Иначе вы просто в спам будете попадать, и вас заблокируют аккаунты. Так, дальше, вот идет как раз письмо подтверждения подписки, о котором я сейчас говорил, и дальше идет серия писем. Видите, она линейная, здесь никакой сегментации, ничего нет. Просто по порядку идут письма, и вот здесь они идут каждый день, нет, через день они там идут. Вот, кто-то, был раньше вопрос про чистоту писем. Вот здесь я решил, что первое письмо идет в тот же день, на следующий, через день, через день, через день, и потом каждый день, последние четыре письма идут каждый день. Здесь идет схема, как вот история автора, страница с видео, я вам показывал это, пример, письма. Дальше идут уроки, уроки полезные перемежаются с кейсами, описанием продукта, и завершается продажа. И везде с каждой страницы можно перейти на продающую страницу. Вот вовлекаем через контент, вот они уроки, вот он раз, вот он два, вот он три урока. Прямо на них конкретные задания. И продающие касания встроены, история автора, кейсы, описание продукта, и вот здесь уже чисто продажа, вот эти два последних письма. Вот пример, как это может выглядеть. Такая схема работает, в общем, вот показатели двух писем, причем это, по-моему, пятое или шестое письмо в цепочке. Вот вы видите, это, кстати, скриншот из GetResponse, вы его узнали, да? Вот как у нас выглядит открываемость. Это не уникально, это сводка, да, но уникальных чуть меньше, но все равно прилично. Вот сколько у нас открытых писем. Вот это чуть похуже, чуть получше. Вот сколько кликов. Видите, ошибок нет, жалоб нет, отписок всего там 1-2%. Вот такие показатели можно получать. Так, ага, да, Алексей, спасибо. Ну, в общем, вот это, да, то, что мы делаем, то, что мы, какие результаты мы можем получать. Опять же, ребята, это к чему? Это к тому, что продуманная стратегия e-mail маркетинга, продуманная стратегия приветственной серии писем, копирайтинг, который, тексты, которые написаны под ваших клиентов, под их проблемы, под их боль, дизайн, который подчеркивает ваш бренд и, как бы, ну, показывает, в общем-то, серьезность ваших намерений, скажем так, да? Вот оно все вместе дает вот такие... И, конечно, тестировать, ну, про аналитик, про тестирование мы еще поговорим вкратце. Ну, вкратце, скажем так, что тестировать нужно все. То есть у вас с первого раза может не получиться таких показателей, может не получиться классной серии. Это не повод расстраиваться. Знаете, еще одна из классических ошибок, которые совершают те, кто только начинают e-mail маркетинг для бизнеса, запустили рассылку, никаких продаж не получили, скажем, что e-mail маркетинг не работает. Он работает, просто нужно пробовать, нужно пробовать разные подходы. Вы видите, мы сегодня с вами обсуждаем, как бы, очень разные ситуации, да? Пример для B2B, пример для интернет-магазина – это разные совершенно рассылки. Нельзя одно в другое, как бы, ну, поменять местами нельзя, не получится, не будет работать. Вот, поэтому нужно все тестировать, нужно пробовать, нужно... Да, вода камень точит. Так, здесь какие-то вопросы были, я, честно говоря, что-то пропустил. Дмитрий, про то, что говорил Антон, что в рамы пиаром выжгли... А, слишком глупые какие-то стратегии были. Ну, ладно, мы же вроде против проекта пошли, тем, ну, смотри, там, просто когда много очень и не по теме, то тогда база выгорает. Есть взаимопиары, которые живут, но, смотри, я по рынку, по рынку, я наблюдаю как за инфобизнесом, как за рынком инфобизнеса рассылок, так и за бизнесовыми рассылками, за многими я наблюдаю. Скажем так, взаимопиар везде, мы вообще его стараемся не использовать, очень редко мы в своей практике. Но то, что я вижу по рынкам, взаимопиар делают достаточно редко, очень аккуратно, и если целевая аудитория так или иначе, ну, как бы совпадает с тем, чего мы пиарим, если их потребности с этим совпадают. Вот, поэтому только так. До 3% открываемости выжгли там не только взаимопиарами, там выжгли еще и очень агрессивные стратегии, потому что писали очень много писем, продавали, 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 всем подряд, все подряд продавали и, конечно, база. Так, какие-нибудь советы по выбору темы, письма, заголовка, разрыв шаблона и так далее? От этого зависит очень сильно, открывается. Ну, конечно, Дмитрий, открываемость, конечно, открываемость в первую очередь зависит от заголовка. А, по поводу узнаваемости еще, где про дизайн я говорил, дизайн дает вам узнаваемость, и вам узнаваемость дает адрес отправителя, то есть вот, например, от кого переходит письмо. И это то, что человек видит в почтовой программе. Также рекомендую добавлять префедер, это предзаголовок, который либо первая строчка из письма идет, либо специально в коде это прописано. То есть у вас в браунте или в почтовом человек видит как заголовок, так и вот подзаголовок. Ну, это отдельно уже такая тема. Я не знаю, может быть, мы вообще по копирайтингу, по каким-то тонкостям, мы, может быть, как-то, не знаю, отдельный какой-то вебинар проведем. Сейчас мы уже обо всем не успеем поговорить. А просто давайте, ну, раз уж вопрос возник, я в двух словах отвечу. По выбор темы здесь я выделю несколько ключевых моментов. Выбор темы, тестировать обязательно, причем тестировать постоянно, потому что то, что вы протестировали сейчас, через полгода, ну, работать, скорее всего, уже не будет. А может быть и раньше умрет, ну, идея. Тестировать идеи, тестировать на небольших сегментах. Значит, он должен содержать в себе интригу, выгоду для клиента и подстройку к клиенту. Ну, это идеальный заголовок, да. Поэтому из заголовка, ну, заголовок должно быть охота кликнуть, да. Заголовки короткие или длинные, опять же, нужно тестировать и смотреть, да. Есть те, кто пишет там очень короткий заголовок, типа, «Эй, привет, в скобках видео», да, вот, оно открывается. Вот, заголовки мы, на самом деле, ну, поделюсь такой фишкой, опять же, где-то работает, где-то уже не работает. Мы заметили, что заголовки хорошо, ну, открываемость заголовков выше, если в нем есть, ну, скажем, такая даже прямое упоминание про клиента, типа, ваш, там, чек-лист, не знаю, ваша ссылка на вебинар, ваша скидка, то есть, ваша вот эта. Ну, вот, открываются лучше. Не всегда, но в большей степени. Мы заголовки пишем так, то есть, мы, когда пишем письмо, опять же, заголовки пишу не я, поэтому я вот на вскидку 150 лучших заголовков я не скажу, я их даже иногда не знаю, какие мы заголовки или копирайтеры пишут. По заголовкам мы пишем так, мы пишем обычно в процессе написания письма пишется штук 10-15 заголовков, из них выбирается, там, 3-5, если мы хотим потестировать, ну, там, троечку заголовков, 3-2 заголовка берем в сплит-тест, а если мы не хотим тестировать, и мы выбрали, то мы берем, что-то одно и запускаем. Поэтому заголовок, и заголовок не пишется в последний момент. Заголовок пишется, когда вот у вас родилась идея письма, вот смотрите. Так, сейчас. Ну вот, давайте вернемся на схему. Скажем, у вас родилась идея письма, то есть вы придумали на этапе стратегии, вы придумали, что первым письмом у вас будет история автора, да, ну, кто продает свои консалтинг, услуги, MLM, курсы, тренинги, например, история автора первым письмом. То есть все, значит, например, и тезисы письма, прежде чем мы начнем уроки, кто я такой, там, история героя, было-стало, регалии, достижения, почему вообще мне нужно слушать, ну, почему как бы я... Ну, понятно, да? Идея письма есть, текста нет, но на этом этапе вы уже можете придумать заголовок. Исповедь Антона Макурина. Ну, как один из вариантов. Исповедь, что-то такое. О, интересно, какие-то откровения, наверное, будут, да, то есть что-то такое. Опять же, Антона Макурина, надо писать заголовки или нет? Если аудитория холодная, я бы не стал, потому что меня не знают, и кто я такой, пока еще не знаю. Не работают бренды. А поэтому, понимаете, да, при проектировании заголовков мы идем от аудитории. Если аудитория холодная, значит, нужно здесь в первом письме, пофигу, что там будет моя история, никого это не волнует. Нужно максимально зацепить за выгоду, да. Не знаю, узнайте, как он заработал 300 тысяч на e-mail. А, ну, это уже как бы ближе, да, то есть люди подписались, чтобы научиться зарабатывать. Как он заработал, да, ну, вот уже что-то ближе, как один из вариантов заголовка. И продолжить, и как вы тоже сможете использовать его опыт. Это можно в прихедр запихнуть. Все, получился продающий заголовок. Ну, на такую аудиторию, которая там входит, он, в принципе, проиграет. Опять же, если это будет большой театр, то такой заголовок писать нельзя, потому что аудитория другая, бренд другой, подход другой, копирайтинг другой. Все это четко не понимаем. Так, если в заголовке, в заголовке, так, 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 по наполнению письма отдельно побольше, обязательно пригласите, пожалуйста, меня. Так, если в заголовке название компании на немецком плохо, просто надо знать по бренду, понять, как лучше на русском или оригинал. Ну, провести тест можно, да. Туев, Елена из Туев из России, да, кстати, отлично. Так, это часто используется как имя отправителя. Ну, это имя отправителя, это не заголовок, получается. А тема, ну, тема уже, нет, тема уже, смотрите, то есть вот сейчас вам Алексей подсказал, Елена из Туев, Россия, то есть если вас знают по бренду Туев, то это как бы будет узнаваемо. Ну, Елена добавляет личное, как бы, общение, тогда в письме у вас должна быть ваша подпись, ну, и как бы с вашей подписью. Вот, а заголовок уже в зависимости от того, чего вы там в письме пишете. Так, и в заголовок не надо уже тогда дублировать название. Тоже частая ошибка, когда в адрес отправителя, в заголовке, да еще и в прихедере везде дублируется название. Не надо, у вас очень мало символов. В заголовке очень мало символов. Заголовок должен считываться буквально там за пару секунд. И прихедер, если он, как бы, у человека виден, то есть он тоже должен очень быстро считываться. Очень маленькое количество знаков. Ну, там, меньше, чем в Твиттере, да, меньше, чем 140. Поэтому каждый знак на вес золота. Не надо дублировать одно и то. Так, поэтому я бы в заголовок название компании я бы уже не стал стал. Так, хорошо, значит, это мы посмотрели. А, ну вот еще у меня был пример приветственной серии от магазина J.C.R.O. Это обувь, это одежда, зарубежный магазин. Вот, у них, смотрите, ну, как некий пример сегментированный, рассылки персонализированные. Да, то есть идет приветственное письмо. Вторым письмом идет продажа плюс сегментация. То есть ты можешь выбрать, покупать как женщина, либо как мужчина. Других кнопок нет. Соответственно, нажал как женщина, получаешь эту серию. Нажал как мужчина, получаешь эту серию. Если никуда не нажал, и мы не понимаем, кто ты еще пока, да, то мы засылаем некую общую, опять же, общие там два письма, как пользоваться виш-листом, какая-то полезная информация, да, и опять же, какая-то акция. И тут тоже кнопки. Покупать мужское, покупать женское. То есть, таким образом, магазин на всех этапах старается выявить пол человека, так как для магазинов, которые тормуют одежду и обуви, это важный критерий. В инфобизнесе, например, при тормозе услуг, это вообще не важный критерий. Хотя, опять, смотря какой. Вот. Ну, вот в моем, например, это не важно. А вот им важно. Поэтому они делят мужчин и женщин. Вот. Соответственно, делаются попытки так или иначе от сегментировать аудиторию. Так. Так, так, так. Так, тестировали открываемость персонализации имени детской тематики. Плюс 24 к уникальным открытиям. Ну, вот видите, да, вот где-то есть дает с именем B2B. Опять же, смотря какая персонализация. Если это идет от меня, там, как, ну, от Антона Маккурина из Rocketmail, письмо, вот такая персонализация. Или имя получателя в письме. Ну, имя получателя в теме письма, как бы. Ну, не говорю за всю индустрию. На личный мой опыт мы когда тестировали с именем и без именем получателя. Иван, ваш купон, да, вот этого. В тему письма прям вставляли. У нас никак вообще не отличались результаты. Примерно одинаковые, причем на разных клиентах. Но мы отказались. Почему? Как бы прироста конверсии нам это не дало на тот момент. А имена мы посмотрели в базе. Ну, там город кто-то пишет, кто-то пишет, ну, вообще непристойные вещи. И поэтому, когда это попадает потом, кто-то латиницей случайно набрал. То есть имя по-русски как бы писал, а набрал латиницей. Там абар-кадабра. Ну, вот. И поэтому получался не всегда корректно. Я помню, даже нам как-то прислали, когда мы еще использовали имя, нам как-то прислал один подписчик скриншот. Письма, где у него вот что-то такое было нематерное, но что-то такое очень смешное он себе в виде имени ввел. И фраза вот эта вот плюс там, то, что мы написали, получалось очень забавно и не очень прилично. И он нам написал, типа, ребята, вы что вообще? Ну, он с юмором тоже. Мы после этого посмотрели базу и вот, как бы, отказались. Но на том клиенте мы сразу отказались, потому что там база, на них заглянули, и именно, боже мой. Я не могу такое в эфире называть, но там еще только не было. Вот. Так что всякое. То есть нужно все тестировать и смотреть, поэтому. Так, так, так. Если в моем инфобизнесе цена женщина, то понятно, что у нее цена такая идея персонализации. Да, да, да. Ребят, то, что я говорю, вы все пропускаете через призму своего бизнеса. Если вы, вот я сейчас, ну, сейчас на скриншоте, да, сегментация мужчин и женщин. Но вы сразу в голове все, так, а мне имеет смысл в моем бизнесе это? Ага, имеет. Ну, классно. А если у меня не имеет смысл мужчин и женщин, то какую бы я сделал сегментацию? Например, новички-профессионалы, там, не знаю, клиенты, ну, клиенты, не клиенты, ну, что-то еще. Так. Надо экспериментировать, отказались. Да, в общем, короче говоря, да, на такие спорные вопросы, там, использовать имя, не использовать, длинные заголовки, короткие, длинные письма, короткие. Есть классический ответ маркетологов, который, не знаю, по-моему, всех бесит. Тестируйте. Вот. Так, хорошо, с этим разобрались. Едем дальше. Значит, следующий шаг после того, как мы запустили приветственные серии. Запускаем регулярные рассылки. Здесь мы, ну, смотрите, так как у меня презентация, опять же, была приготовлена для, как бы, тех, кто только вообще начинает, поэтому здесь такой пункт. Прогрейте базу контактов полезным контентом, расскажите о будущей рассылке, ну, либо сделайте какое-то такое приветственное, приветственное коммуникационное письмо. Для чего? Для того, чтобы, ну, то есть это письмо, это некое такое «Здравствуйте». А если вы по базе никогда ничего не слали, если вы уже ведете рассылки, то вам это уже не нужно. Вы это письмо делаете, можете там в реактивационной где-то серии сделать, ну, изменить только. Вот. И, соответственно, после того, как мы собрали, вот, базу нашу загрузили, мы ее вот этим письмом первым коснулись, может быть, сделали несколько касаний, какой-то контент, что-то полезное, интересное. Разослали, да. И потом уже переходите к регулярным выпускам. То есть будет ли это второе письмо, или это будет там только третье письмо, регулярный выпуск. Это уже на ваше усмотрение. Значит, почему так? Да, потому что, когда вы только загрузили базу, если вы по ней раньше не работали, ну, я имею в виду свою базу, которую вы честно собирали где-то в Excel, например, да, но для вас все ремки база вывезут. То есть не купили. Мы не рассматриваем, что вы купили базу или где-то вам кто-то дал базу. Нет. Ваша база, но вы ее загрузили, или сервис вы меняетесь, там, откуда-то перешли на гиддиспорт. Вот. Если вы с ней не работали, то нужно сделать первое касание, потому что люди, во-первых, вас могут не помнить. И вообще, что вы, кто вы, могут не помнить вас, могут не помнить ваш, как бы, опыт в общении с вами вообще, что они, вот, да, ну, вроде компания не слуху, от чего, почему они мне пришли, не помню. Поэтому письмо делается такое, что, типа, там, траля-ля, вот вы у нас там регистрировались, там, или вы нашли клиент, вот мы сейчас будем вести рассылки, будем присылать полезную информацию, то-то и все. Ну, то есть вы же, вы же уже знаете, мы уже стратегию спроектировали. Вы знаете, что вы будете слать, как часто вы будете слать, о чем, там, и так далее. То есть вы максимально лояльное такое письмо пишете. И в этом письме, я сейчас покажу скрин, ну, давайте сразу вам покажу. Это письмо для Большого театра для начала рассылок. Кусок письма, ну, здесь внизу, в принципе, футер просто там, дальше увидим. Собственно, вот, видите, здравствуйте, мы хотим пригласить вас в круг друзей и поклонников Большого театра. Вы будете в курсе последних событий театра, там, первыми узнаете, правильно ли? То есть, видите, приглашение идет в самом начале, ну, видим уже шаблон у нас фирменный. Будете в курсе, то есть мы говорим о том, о чем будет рассылка, мы говорим, что мы ее запускаем. Рассылку и предлагаем вам подписаться на нее уже сегодня. То есть, смотрите, приветствие и приглашение, выгоды, второй абзац, это выгоды, то есть что мы будем посылать. Третье, значит, как это будет происходить, что мы запускаем рассылку и предлагаем подписаться. Еще раз, приглашение. Вот, и здесь мы пишем, что это не просто очередной e-mail в вашем почтовой ящике, это, там, возможность вступить в круг друзей театра. То есть мы, как бы, выстраиваем такие лояльные отношения. Вот, и дальше чуть деталей про рассылку. Будет приходить дважды в месяц, содержать себе то-то, то-то, то-то. Это, как бы, вытаскиваем самые интересные, на наш взгляд, штуки. И две кнопки внизу, очень важно. Да, я хочу получать рассылку большого театра. Кнопка, видите, синяя, заметная, ну, как бы, на фоне всем выделяется. Мы хотим, чтобы ее нажимали, поэтому она вот заметная здесь. И с ссылочкой «Нет, не нужно мне ничего присылать». Соответственно, так как мы не хотим, чтобы у нас был вот здесь акт, мы все-таки хотим, чтобы подписались люди. Поэтому вот это просто с ссылкой и менее заметно. Акцент на синей кнопке. Вот, большинство подписалось, но дальше мы стали работать только с теми, кто, внимание, нажал на вот эту кнопку, кто подписал. Оп, человек, я куда уехал. Кто подписался на рассылку. Дальше мы стали работать. Те, кто нажал «Ничего не присылать», они автоматически отписались. Это была ссылка на отписку. Те, кто не открыл письмо, не кликнул на ссылку, мы их еще коснулись через какое-то время, а потом, соответственно, оставили в работе только тех, кто у нас подписался. То есть, эта процедура называется, ну, как бы, переподписка. Вот, потому что база была легальная, но с ней никогда не работали. Отлично все получилось, все классно, все подписались, все хорошо. Так. Опасно тестировать слишком любимых клиентов. Ничего подобного, все совершенно спокойно тестируется. Вы же не берете всю базу для теста, берете там выборку, не знаю, в зависимости от базы, там 100 или там 500 человек. Чем больше баз, тем больше выборку можно позволить. И тестируйте на них. И опять же, если вы тестируете какую-то прям, ну, совсем провокацию с голыми женщинами в письмах, ну, подумайте вообще, ну, как бы, стоит это делать или нет. Если уж хотите, то, ну, возьмите какой-то совсем маленький кусок. Ну, а сильно провокации за гранью, ну, не знаю, нужно ли. Так. Так, 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 вопросом, вопросом, вопросом. Ну, ладно, пока задают вопрос, будем ехать дальше про регулярные рассылки. Да, то есть мы запускаем регулярную рассылку. Первое вот такое письмо, а затем мы уже запускаем регулярный выпуск. Ну, это вот письмо разрезанное на две части, здесь кусочек даже потерялся. Вот как выглядит уже регулярный выпуск. Потом здесь позже мы вот здесь добавили еще приветственный текст. Изначально был шаблон вот такой. Вот так раз в две недели или раз в месяц идет выпуск. Собственно, вот тут у нас анонсы. На баннере написан заголовок, какая-то краткая информация, там, даты, что это за опера, там, и так далее. Все можно кликать и смотреть. Здесь новости, новости, как бы новости одной строкой, футер, все. Вот так выглядит выпуск рассылки. Все красиво, стильно и просто. Потом стали добавлять вот здесь приветственный текст еще писать. Так, хорошо, значит, теперь, что касается регулярных рассылок, если у вас в вашем e-mail маркетинге, скажем, если у вас уже есть база, то можно начинать с регулярных рассылок и потом добавлять приветственных серий. Если ничего нет, то, естественно, вы начинаете с приветственных серий. Помните, да, то есть, ну, по логике я расположил рассылки регулярные позже, чем приветственные серии. Это потому, что было заточено под начинающего, у кого ничего нет. Если уже есть база, можно с регулярных начинать. В принципе, мы так и делаем, на самом деле. Так, значит, мы движемся к концу, поэтому готовьте вопросы. Сейчас дойдем до конца презентации и будем отвечать на вопросы. Давайте я уже сейчас дорасскажу все и потом прям все вопросы, на все вопросы отвечу. И Алексей, я думаю, добавит что-то от себя. Так, собственно, восьмой шаг и в данном случае заключительный – это корректировка стратегии. То есть, вот мы с вами обсуждали сейчас про тестирование, про различные гипотезы, про различные макеты, там, заголовки и прочее-прочее. Все нужно тестировать. Собирайте информацию на аналитике GetResponse, PostOffice, на аналитике Google, Яндекс.Метрики. Оценивайте эффективность рассылки, значит, какие показатели вас интересуют. Ну, открытие клики – это как бы в первую очередь, да, там, отписки, жалобы на спам, доля спам попаданий. Ну и, конечно же, заявки и продажи. Заявки и продажи, если вы можете это замерить напрямую, если не можете напрямую замерить, как в B2B часто бывает, что в B2B иногда невозможно просто замерить, потому что он получает рассылку и потом взял и купил, просто позвонил и купил, заказал услугу. А то, как бы, если нельзя напрямую замерить показатели эффективности, я имею в виду продажи, то меряйте бой после. Было-стало. Не было e-mail маркетинга, добавили e-mail маркетинга, что изменило. Вот. Соответственно, также проводите опросы клиентов, но, опять же, если нельзя напрямую замерить, опрашивайте, спрашивайте, а вы откуда купили там и так далее. Он говорит, ну, вот я там с рассылки. А вы не помните, какая рассылка была там или что? Ну, вот, не знаю. Вы там писали про какие-то, не знаю, модемы и апельсины. Вот я вот заинтересовался и пошел купил консенсацию. Он сказал, классно, значит, про модемы, апельсины и письмо сработало. Интересно. Вот. Либо напрямую путем настройки вот этой серии лиц. Значит, в том, что вы делаете постоянно, то есть это такой живой процесс. Даже воронки, даже вот эти приветственные серии писем, которые я показываю, они тоже, ну, настраиваются часто не за один проход. То есть ты настроил то, что мы как бы проектируем, мы или там наши клиенты, вы будете проектируем. Это все равно гипотеза. То есть да, вы учитываете специфику бизнеса, клиентов, их терминологию, там, лексикон и прочее, прочее. Но это все равно гипотеза. Вы сделали и смотрите, как работает. Видите на каком-то письме, например, у вас резкая просадка по открываемости. Перепишите заголовок. На каком-то письме просадка по кликабельности. Перепишите письмо, переделайте дизайн. Может быть, сделайте там кнопку крупнее, жирнее, краснее и так далее. Все тестируем. И, соответственно, мы корректируем стратегию и тактики на основании полученных данных. Отслеживайте тренды. То есть, например, вы видите, что у вас открываемость постепенно падает. Почему? Значит, смотрите, что вы делаете. Или открываемость растет. Отлично, значит, смотрите. Ну, я имею в виду регулярную, идет у вас регулярная рассылка. Вы видите, что открываемость падает или растет. Ага, и вы смотрите на длинное плечо в течение месяца-двух. Что вы делаете, что приводит к падению открываемости или к увеличению. Может быть, вы, например, шлюете однотипные статьи, и людям уже стало скучно и неинтересно. Может быть, надо какую-нибудь движуху замутить, конкурс. Может быть, провокацию какую-то, еще что-то, чтобы взбодрить аудиторию и так далее. Соответственно, таким образом корректируются стратегии и тактики. Ваших рассылок. Меняются письма, меняются схемы, часть стратегии может быть вообще переделана, переписана. Поэтому это не нужно бояться. Естественно, оцените, когда тестируете, оцениваете риски. Ну, про это уже сказал, да, что, ну, если не хотите, чтобы клиенты все отморозились у вас, ну, наверное, какие-то провокации за гранью туда давать не надо. Так, 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 сейчас вопрос вижу. Ну, давайте рассмотрим пару кейсов, здесь я думаю, что понятно. Значит, пару кейсов, значит, вот стратегия под ключ для сети автосервисов, то, что мы делали. Значит, на регулярных рассылках у нас было уникальное открытие 23-38%, что для автосервиса это очень хорошо. И уникальные клики были 6-12%. То есть это изначально, ну, изначально владельцы как бы сомневались, что это все будет работать. И мы тоже сомневались, потому что по автосервисам не было кейсов, но их, по-моему, и сейчас толком не будем делать. Ну, вот, не было на тот момент ни у кого таких рассылок. И мы, ну, как автосервис, то есть классический такой вот, ну, не гаражный, но оффлайн-бизнес и как бы e-mail очень хорошо стало работать, замечательно. Ну, вот, добавились, значит, 250 тысяч в месяц была выручка через канал, только e-mail, там мы очень настроили полностью отслеживание, там отдельный телефон был на колл-трекинг, там отдельные были UTM-метки. То есть вся статистика по e-mail собиралась. Но также там, кстати, была доля, мы ее оценили где-то в 10-20, наверное, процентов, доля продаж, которые мы, которые на самом деле шли из e-mail, но которые мы не могли отследить. Это то, о чем я говорил, что люди из писем ходили в сервис записываться. Но когда они из писем ходили, они, как бы там, телефон-то был правильный, но они иногда ходили через сайт. То есть мы видели, мы когда добавили e-mail маркетинг, мы увидели возросший трафик на сайт, повторных этих заходов. Вот. Он прям раз увеличился и на какой-то, я не помню цифр, на каком-то отметке, значит, остался увеличенный трафик на сайт. И на сайте, так как другие телефоны, другие формы заявок, поэтому люди ходили через e-mail на сайт, там записывались. Общая выручка увеличилась на 6, почти с половиной процентов. То, что было измерено. И что было интересно, что e-mail маркетинг дал высокие показатели лояльности. Конверсия по e-mail каналу была выше, чем из других каналов коммуникации. Вот на 67 процентов больше конверсия из звонков в заезды была, если человек обращался из e-mail. На 32 процента была выше конверсия в продаже, и на 30 процентов был выше средний чек. То есть мы работали с людьми, мы прогревали, мы давали акции, мы призывали к действию, делали твиггерные и так далее. И все это работало очень хорошо. Соответственно, по колл-центру нагрузка тоже изменилась. Не пришлось прозванивать, то есть колл-центр по сути прозванивал и обрабатывал заявки, ну скажем так, прозванивал заявки по спискам e-mail. И входящие, понятно, что были и входящие, и были из e-mail. Но прозванивать всю базу колл-центру не пришлось. Соответственно, это сократили нагрузку на колл-центр, как физическую, так и эмоциональную. И это позволило лишний раз не раздражать базу звонками. Холодные звонки по базе не делались как-то. То есть это тоже выгодная экономия на колл-центре. Особенно в B2B, если небольшие базы, то иногда владелец пытается, типа, ну у нас тысяча e-mail, ну мы вот хотим их прозвонить. Давайте мы сделаем нормальную рассылку, вы прозвоните 100 человек, и вы эти 100 закроете с конверсией 70%. Это будет эффективнее, чем тысячу сделать звонков. Окей, значит, так, и кейс Большой Театр тоже вам показывал, значит, была разработана стратегия коммуникации, дизайн писем, сделали реактивацию базы, то, что я вам показывал, письмо, и сделали регулярную коммуникацию. То есть там как бы рассылки идут регулярно, раз в две недели. Ну, соответственно, здесь у нас показатели выше, все-таки бренд, все-таки адекватная аудитория, все-таки все хорошо, да, то есть уникальных открытий 45-60% рассылки, уникальных кликов 20-27%, при том, что ошибок и жалоб меньше, чем 0-2%. Все очень хорошие показатели. Чем это достигается? Продуманные стратегии, дизайн, хороший копир. А вот, кстати, видите, на скриншоте, вот мы добавили, на текст сюда стали добавлять, на самый верх. И показатели у нас еще улучшились. Вот, вот так такие результаты могут быть получены. Это некоторые из них. Окей, на этом, да, на этом у меня презентация сегодняшняя закончена. Вот, я, кстати, в час 45 уложился, отлично. Теперь, ребят, давайте ваши вопросы. Да, давайте, значит, так, давайте так, вопросы, а я сейчас пока подрезюмирую нашу с вами, собственно, схему, наш путь, который мы с вами сегодня прошли. Значит, итак, мы с вами начали с аудита e-mail маркетинга вашего бизнеса, затем разработали стратегию, затем сделали дизайн и верстку писем, далее мы с вами настроили рассылочный сервис, все параметры в GetResponse, мы с вами написали автоматические серии писем и настроили их в сервисе, мы с вами запустили регулярные рассылки, и мы корректируем стратегию, как бы возвращаясь на первый путь. Стратегия, скорректировали, вернулись на этап стратегии и поехали заново. Вот, это ваш, как бы, чек-лист, мы его пришлем в виде отдельного файла, также пришлем бриф на аудит маркетинга и бизнеса, и что-то мы еще обещали. Теперь давайте ответим на ваши вопросы, которые у вас есть. Так, 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 а, ребят, пока еще до вопросов. Напишите, пожалуйста, в чате от нуля до десяти, насколько вам было полезно, ценно, интересно то, что вы сегодня услышали и увидели. Хорошо. Отлично. Оп, а, во, класс, во, Алексей включил опрос. Во, супер, видите, как классно работает. Я, кстати, даже не пользовался нервами здесь таким опросом. Круто. Так. Так, хорошо. Хорошо, так, отлично, спасибо за обратную связь, я вижу, в целом, все было полезно, Дмитрий почти все знал, не сидел и концертный сезон. Хорошо. Ну, у вас бы, если, если уже есть опыт, если уже есть знание, понимание темы, то, в общем, да, вебинар был рассчитан больше на тех, кто только начинает. Так. Да, клик-митинг, клик-вебинар, сервис для вебинаров от GetResponse, такой же удобный и простой. Мы, кстати, тоже пользуемся, где-то я видел вопрос, мы тоже пользуемся GetResponse и клик-вебинаром в этой связке. Причем из клик-вебинара и клик-митинг, ну, для меня это один сервис, можно еще настроить автоматическую выгрузку данных, то есть участников вебинара, автоматически выгружать GetResponse в список и дальше с ними работать. Так, давайте теперь вопросы. Ребят, какие есть вопросы по e-mail, маркетингу, ну, потому что о чем говорили и, может быть, темы, какие не освещали, любые вопросы по e-mail, давайте на них ответим. Большое количество рассылок похоже на спам, в итоге клиент устанут открывать, читать при таком шелкотоке в соцсетях и с интернетом, перестают вчитываться по себе, могу отписаться от рассылки Toyota и BMW. Ну, скажем так, большое количество рассылок вообще в принципе, которые падают в почтовый ящик пользователя, но это действительно есть некий такой нюанс, что люди подписываются, потом это все сыпется. Поэтому ваша задача для того, чтобы вам ваш e-mail маркетинг работал, ваша задача из этих рассылок выделяться. Опять же, сделали аудит конкурентов, посмотрели, что делают они и сделали лучше, сделали что-то другое. Опять же, замеряем, смотрим, если, например, начинают люди отписываться, значит, мы шлем слишком часто, либо неинтересно, либо уже однотипное что-то. Нужно что-то менять, поэтому это живой такой процесс, который нужно постоянно корректировать. Как та же самая реклама, да, вы не можете постоянно крутить, не знаю, одно и то же объявление, ну, меняется что-то на рынке, меняются какие-то условия там. Ну, хотя я по рекламе не очень эксперт. Ладно, так. А, вот по поводу опросов, кстати, вопрос был, я сейчас его не вижу, я вижу, что обсуждали по опросам. Опросы у GetResponse есть встроенный сервис опросов, очень хороший, и он позволяет также автоматизировать данные. Опросы используйте, используйте их умеренно, то есть не надо их там каждые две недели опровождать наш опрос, заполнить анкету. Но это хороший инструмент для, соответственно, сбора информации о подписчиках. Также в опросах мы их используем, и мы рекомендуем делать небольшое количество вопросов, 3-5 вот так вот, либо если все-таки никак нельзя сделать меньше 10 вопросов, то дробить на странице. То есть первая страница, три вопроса, потом еще три, потом еще три, чтобы кусочками, так проще. И вопросы должны быть простые, понятные, ну не знаю, был полезен вебинар, да, нет, частично. Какую информацию стоит добавить? Все, вот классный пример опроса. Сейчас у нас есть. Два вопроса, все, все, то есть секунды, чтобы запомнить. И обязательно используйте вот такое текстовое поле, чтобы люди писали вам текстом свои пожелания, недовольства, предложения там и так далее. Эти текстовые поля мы потом, ну понятно, что не все будут писать, кому-то лень, это понятно, но мы вот этот текст потом используем для улучшения своих продуктов, услуг, для улучшения своих продаж, потому что здесь люди пишут свою боль, своими словами, это для копирайтинга очень полезно. Поэтому это очень классно. Так, иди дальше. Так, вопросы провожу прямо в письмах на битриспенсии. Открываем еще один, кликаем на 29. Хорошо, у вас хорошие показатели. Так, 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 так. В целом, email стал реально одним из многих личных способов коммуникации, в этом он выглядит 95% инструментов онлайн-маркетинга. Да, соглашусь с Алексеем, абсолютно точно. На самом деле, знаете, еще какая тема? Вот говорят, что вот соцсети, и когда соцсети стали активно развиваться, говорю, что вот email умрет, никто больше не будет вашей рассылки читать, ничего подобного. Более того, тестировали и заметили, что из email конверсия в продаже выше, чем из соцсетей. Люди в соцсети ходят посмотреть котиков, сообщения написать, они менее склонны к покупкам. А email, он, ну, как бы, более такой привычный для этого канал. Плюс это действительно способ личной коммуникации. Вы в соцсетях, ну, сложно написать всем вашим потенциальным B2B-директорам личное письмо. Можно, конечно, но в email не проще. И через email, email на самом деле, он, опять же, я говорил уже о том, что email это не только рассылка новостей, статей, там, продающих каких-то писем. Это общение, ваши письма могут быть очень личными. Здравствуйте, мои дорогие, как вы провели эти выходные? Вы знаете, я ездил вот там в Стригино, катались на вейкборде. И когда я на очередной волне подскочил и ударился сильно спиной и головой, то я подумал вот о чем. И тра-ля-ля. Вот как бы я рассказал какую-то свою историю. Ну, как я бы другу написал. Я бы другу написал примерно так же. Катались на вейке, стукнулся башкой и подумал о том, что? Ну, не знаю, о бренности нашего существования. Вот. Но аудитории немножко другим. Другой текст. Вот. И это коммуникация. Это коммуникация. И, кстати, такой пример подобной рассылки B2B Данил Гридин есть. Swotna.ru Мне кажется, сейчас, Swotna.ru, по-моему, так он на сайте. Мне кажется, я Данил Гридин базу увеличил. Не знаю, насколько уже человек. Я часто привожу пример. Вот. У него B2B-рассылка. Он продает B2B-консалтинг. Подпишитесь, почитайте, посмотрите. Но те, у кого B2B, те, кому эта тема интересна. Как он делает B2B-рассылка. Очень классно. По слухам, у него там безумная вообще открываемость. Вот. Так, так, так. Значит, это что касается общения. Так. История успеха клиентов будет полезным? История успеха клиентов будет ли полезным контентом? Да. История успеха клиентов, то есть мы их называем кейсами, либо отзывами, либо история успеха, это одна из самых сильных продающих инструментов. Потому что на самом деле никому не нужны, никого не интересуют ваши личные достижения, сколько вы денег заработали, какую вы квартиру купили, сколько вы наград завоевали. Но клиент, когда идет, но особенно если это консалтинг или какие-то услуги, но клиента потенциального волнует, какие результаты вы ему можете дать. А оценить он это может по результатам других клиентов, а не по вашим. Ваши результаты, ну если опять же это консалтинг, ваши результаты скорее интересны зиму с точки зрения вашего профессионализма. Вы вообще кто такой? А вот поэтому кейсы обязательно. Мы, кстати, воронки, которые я показывал, для таких продуктов для инфобизнеса, для услуг, мы строим часто просто тупо на кейсах. То есть подписка, какое-то вводное, потом три кейса, каждый кейс показывает, как мы достигли этот результат. Причем кейс, он строится по структуре определенной. Ситуация заказчика, поставленные задачи, как мы эти задачи решили, решение, что мы сделали. И какие результаты получили в итоге. У меня на сайте парочка кейсов есть оформленных. Кстати, по Вилбуду, по автосервису, один из таких полных оформленных кейсов. В графике немного, но там есть. Как раз по структуре. Так. Пам-парам-пам-пам. Что у нас дальше? Вопросы. Вопросы. Справа. Ныненькая опроса, что-то не понял вопрос. С темой остался вопрос. Холодные клиенты удаляют письма без прочтения. Свои же любимые читают и реагируют с новыми, почти ноль отки. Значит, смотрите, Лен. Здесь, так скажем, по поводу холодных клиентов. Значит, вам первое, естественно, так как не открывают и удаляют без прочтения, значит, проблема в заголовке. Проблема в заголовке. Мы, смотрите, то есть тут нужно что? Нужно смотреть очень внимательно, разобрать по кусочкам вот это первое вот это касание. То есть, плендинг. Давайте так, от рекламы. рекламные объявления еще раньше. Ключевые слова еще раньше. Аудитория. То есть, может быть, вы просто... То есть, смотрите, здесь проблем может быть несколько. А, Елена. Елена, Гридин. Гридин. Данил Гридин. Я его адрес написал там чуть выше. Данил Гридин. Вот, бики-бики, подпишитесь. Соответственно, давайте разберем вашу ситуацию. на этот... на холодных клиентах. Да, и если, ребят, если у кого еще есть вопросы, поставьте плюсик и пишите вопрос, чтобы я видел. Если вопросов нет, мы тогда сейчас это разберем и будем заканчивать. Так, хорошо. Так, 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 так. Значит, холодные. Значит, смотрите, здесь это кусок воронки, который нужно распотрошить полностью, значит, от того, кому вы пишете, то есть, вы правильно выбрали ЦА, правильно ли вы выбрали ЦА, какие вы ключевые слова подобрали для рекламы, какая у вас реклама, какие у вас объявления, какой у вас лендинг, подписная страница, и какое первое письмо с заголовком. И какая причина подписаться. Соответственно, значит, вы смотрите, то есть, если вы уверены, что вы точно попадаете в целевую аудиторию, и точно аудитория целевая приходит и подписывается, но почему-то не открывая письма, значит, нужно смотреть заголовок и нужно смотреть оффер, то есть, что вы предлагаете. Мы пару раз наблюдали, знаете, такую штуку, я называю это нестыковка, когда на, то есть, когда на странице об одном, а в письме примерно то же самое, но другое, точно такое же, но другое. Я за тот подход, чтобы ключевое слово у клиента было от рекламы через лендинг до заголовка и до письма, чтобы везде вот это было, ну, стиль один, может быть, как бы идеальный, как бы вариант такой, ну, сферический вакуум, это идеально одно и то же ключевое слово. Если вы на объявлениях даете там, не знаю, скачать чек-лист, значит, у вас на странице должно быть написано скачать чек-лист, и в письме должно быть написано «вот ваш чек-лист скачайте», в заголовке, например, и в письме должно быть «вот ссылка на ваш чек-лист». Чтобы не было такого, что мы на странице продаем курс, а в письме даем видео. У человека вот чуть-чуть не совпало, все, он отваливается. Это реально кейс, я вам сейчас рассказываю из нашей практики, когда ребята отписываются и жалуются. Мы откроем, говорю, конечно, вы здесь курс даете такой-то, а здесь у вас видео такое-то. Почему? Почему я это получил? Я не понимаю. Как только человек не понимает, он валился. «Целевой клиент приходит через неделю через сайт, но мое письмо удаляет. Пишу тему «ГМП приходит по сайт обучения ГМП». Лен, честно говоря, я не понял. Ну, потому что тему, например, «ГМП», обучение ГМП, я не понимаю. Ну, смотрите, так, наверное, ну вот, да, да, наверное, вот Алексей подсказал, что «Ферстнэм, станьте экспертом по ГМП за два месяца». Людмила, вам приходим в наш семинар ГМП. Ну, смотрите, здесь, на самом деле, ну, чтобы подробнее разобраться, надо, конечно, ну, садиться и смотреть, но делайте темы разные. Делайте разные темы. Может быть, не на семинар ГМП, может, на ГМП выбрать, ну, не знаю. То есть, прям конкретно вот причину вам сейчас я, конечно, не скажу, потому что нужно смотреть. Ну, вот Алексей пишет, да, протестируйте пять тем, испедите, ну, как бы, плохая конверсия, протестируйте десять. Найдите тот подход. В крайнем случае, если вообще ничего не помогает, спросите у клиентов, почему они удаляют ваши письма и не читают. Но, опять же, смотрите, ребят, у вас нет задачи, чтобы ваши все письма читали, чтобы их не удаляли. Вы видели, я вам показывал скриншот из постмастера большого театра, там много писем удаляют. Ну, окей, я тоже удаляю письма. Я прочитал письмо, я удалил. Но вот, если удаляют до прочтения, тогда плохо. Тогда нужно это выяснить. Если просто удалили, ну, не бог с ним, ладно. Не видел. Может быть, вы в спам попадаете. То есть, ну, Лен, надо уже смотреть. То есть, тут уже как бы такая, через сайт, через неделю идет на этот семинар. Ну, Лен, смотрите, опять же, смотрите, опять же, если у вас люди, ну, удаляют эти письма, но они все равно приходят на вебинар, все равно как бы видят вас. Тогда, значит, работать в email-маркетинг. Может быть, не так хорошо, как вам хотелось бы и не так вообще, как вам хотелось бы, но работать. Мы замечали такой еще феномен. Ну, как, феномен? Это нормально. Когда, смотрите, часть аудитории не будет ваши письма открывать, не будет их читать. Я тоже много на кого подписан, даже те, которые мне интересны. Я не все письма, мегаплан, например, да? Я подписан на мегаплан, но я не все письма читаю, не все даже открываю. Но я с ними ВКонтакте, я их знаю, я их периодически смотрю. Даже если ваш интернет-магазин посылает рассылки, которые люди не открывают, это не факт, что те, кто не открывают, не факт, что они вас не помнят. Это как брендовая реклама. Вот вы едете за рулем, я не знаю, пешком идете, вот эти щиты, билборды висят, они же мозолят глаза. По телеку постоянно реклама мозолят глаза. И вы как бы, да, не знаю, приходите в магазин, кого порошок купить? Тайтарель, вот я что вспомнил? Ниф. И то, потому что он стоит рядом у них обычно. Все. И то же самое, ваши рассылки приходят, может быть, нечасто, и он видит там, автосервис, ну, будет, атак, ой, у машины что-то там, это, какая-то шестеренка полетела, автосервис, ну, все, а как его найти? Он его либо загуглил через Яндекс, либо в почте еще. Это тоже, так тоже работает. Вот. Да, вот, прозвоните 20 человек, они ответят. Лучшая рассылка в РФ считается, кстати, мегаплан. Ну, возможно, да, то есть она такая контентная, она не продающая, тоже рекомендую всем на нее подписаться. Мне кажется, я и мои коллеги, мы увеличиваем базу хороших рассылок, просто рассказывая о них. И это, ребят, это, кстати, показатель. Это показатель, если эксперты e-mail маркетинга рассказывают друг другу и своим клиентам и коллегам о каких-то рассылках. Значит, это рассылки клевые. Вот. Поэтому подпишитесь. Так. Так, хорошо, давайте, ребят, у кого-то было еще вопросы, пишите их и будем сегодня заканчивать. подписаться на большой там лент. Там это рассылка тем, кто оставлял заявки, на нее нельзя подписаться. Вот. Да, ну, как бы там есть нюансы, то есть там это рассылка не для всех. Так. пам-пам-пам-пам-пам. Так, у гидреспонса есть партнерка, но это вопрос не ко мне. Так, ребят, ко мне еще есть вопросы или вот по e-mail маркетингу? Кто-то ставил плюсики? Кто у нас ставил плюсики? Сейчас мы будет вебинар доступен в записи, да. Так, Тимур и Ирина ставили плюсики. Тимур написал про партнерку, Ирина вот мы еще обещали вопросы. Да, в записи будет вебинар, презентация и чек-лист, бриф, бриф на e-mail.